Мне нужно нажать вот тут Вот такой же чёрт, как и я, да? Настроить нихуя не может Вот Теперь ты, наверное, можешь говорить Переподключись Нет, всё Блядь Вот подключиться ставлю галочка Блядь Ой, блядь Ну, под... Блядь Я не разбираюсь в... Во! Отлично У меня звук в наушниках Ну, может, так даже лучше Так даже лучше Блядь, они такие неудобные У меня чуть-чуть не отвалились, блядь, ёпта Завтра тебя отлично слышно Звук охуительный, сразу все заметили Блядь Ну, вот вы все черти к тому, чтобы я... Вот видишь, как отребья охуевают Я смотрю, они в чате вебку требуют уже А мне вот в итоге пришлось наушники надеть только ради... Ну, поверьте мне Будь моя воля Я сидел бы и без наушников И без вебки Но... Раз уж наушники уже подключены Я не смогу переключить по-быстрому аудиоустройству Поэтому буду сидеть в наушниках Охуенно Я... Я пошёл на поводу у вас отребья Но только из-за того, что мне лень не идти у вас на поводу Начнём наш разговор с самого интересного и волнующего всех Зарплаты блогеров По какой-то там обоценное средство массовой информации Посчитала деньги Как обычно в среднем по больнице, да? Ты, то есть, просто по суммам контрактов какие-то плюсанула? Как там пишут, никто не подтвердил, не опроверг из блогеров заработанной суммы Я могу только за себя, наверное, говорить Потому что со мной никто ничем не делится И я, видимо, в последнее время никому вообще нахуй не друг Но, типа, я в налоговую отчитался о чуть меньшей сумме И... Ну, очевидно, что я отчитываюсь обо всех своих доходах Поэтому меня несколько удивило, почему они так мне... Так насчитали Возможно, они ориентировались на один из прайсов Который висел какое-то время Когда я был, короче, на хайпе И его не поменяли До тех пор, пока его Власов не заметил Что там везде стоит старый прайс То есть, может быть, они посчитали просто все По периоду, когда я был на пике Но этот период был, типа, не год И не последний год И, скажем так, в этом году были и тяжелые периоды Весной, блядь Поэтому нет, я бы при всем желании, блядь А это, кстати, вообще Вот ты подаешь налоговую А могу я просто взять... Ну, я налоговую-то подавал за прошлый год Нет, я понял Я вообще спрашиваю в целом Вот ты подавал Я могу, типа, как вот Навальный посмотреть Сколько ты подал декларацию о налогах Узнать, сколько ты, блядь, заработал Пока я не госчиновник, нет, конечно А, только госчиновники, да? Ну, конечно, да Это же основной принцип того, что вот человек, типа Не, я думаю, сейчас-то за бабки в Даркнете Ты че угодно можешь хоть Какую-нибудь скрытую камеру там у меня дома Посмотреть, блядь, как я дрочу Такая хуйня, типа, ну Конечно, открытость декларации О доходах Это самое, вот, как бы Первое требование к чиновникам Что они должны отчитываться обо всей недвижимости Обо всех зарубежных активах Обо С другой стороны, не чиновники Как бы, ну Не обязаны Ну, как бы Ты не можешь отчитаться о каких-то офшорах Если Это незаконно, блядь, ёпта Уводить деньги в офшоры Поэтому Большинство людей, которые работают В серой зоне Они никак и не отчитываются А я просто очень трусливый И ссыкливый Поэтому я все декларирую, блядь Ну, чтобы не дай бог Знаешь, Аль Капоне посадили За неуплату налогов Да, да, да Ничего больше не нашли Можно, типа, бесконечно умничать Но мне бы хотелось, чтобы у меня вообще ничего не нашли Даже меньше, скажем так Чем у Аль Капоне Это Я, кстати, ну Я никого из этого списка не знаю Кроме Дружа Но мне что-то кажется Я, конечно, не спрашивал Сколько Друж зарабатывает Но мне кажется, что прям избыточная сумма какая-то Мне, мягко говоря, в нее мало верится Ну, я говорю это потому, что они считали Очевидно, по цена интеграции Какой-то Какая-то Короче, я как премьер-министр Выдвигаю инициативу Чтобы Костя перестал отключать наушники Во время Гумба Тайма Почему все слышат, а он нет Вот когда с тобой-то идет Я слышу Сейчас у меня ухи разрывало Я не слышал, что ты говорил А я вот как раз Некоторое время слышал Отзвуки Гумба Тайма А потом посередине Ты их выключил И они прекратили Сейчас Ну вот когда шел Гумба Тайм Не выключал я Нет Тебе показалось Я полностью до конца слышал Я создам комитет Который будет следить за Гумба Таймом Ага Вот видите Недовольный Гумба Тайм Но зато продлевает Это хорошее настроение Ну и вот я Да, я забыл Блядь Ёпта Про что Может просто введем Крутую традицию Скидывать Премьер-министрский донат На рубль больше Чем Гумба Тайм Чтобы денег столько же А звука не было Типа такая Дань Солидарности Вы можете кинуть И Гумба Тайм Конечно Можно сделать Можно сделать Хова Тайм Тысяча пятьсот один рубль Тысяча пятьсот Это Гумба Тайм Я переживаю больше А там будет твоя рожа И ты будешь что-нибудь орать Там что-нибудь Такую заставку сделать Я переживаю Не хочу я Таких заставок Я переживаю за людей Которые Слушают подкасты Чтобы заснуть И эфиры А ты их доводишь До хронической бессонницы При помощи Гумба Тайма Ну нормально Нормально С тобой все равно Не заснешь Когда ты Начинаешь Вопить И что-нибудь доказывать Когда с тобой Никто не спорит Так вот Я понял Ты говорил про то Что Кто-то уже давно Им давно говорил Ну в прошлом году Такой же был топ Типа по заработкам Ютуберов Они берут Знаешь Ну типа рекламный контракт Стандартный Например Там сто пятьдесят тысяч А когда Ну там Например Реклама стоит Ну возьмем Юлика Например Сто пятьдесят тысяч Да Одна А когда Одинэксбет заказывает Он же не по сто пятьдесят тысяч Берет Он наберет большой скидкой Например по семьдесят тысяч Но зато на полгода И они считают По сто пятьдесят Как каждая отдельная вставка Понимаешь А в итоге получается В два раза меньше Потому что На полгода Куплена реклама Наверное Я себе так представляю Ну вообще Ну вообще Такой опыт Типа нет у меня Не проснулся Типа в ответ Давайте запишем Короче я не знаю Я не знаю Смотреть одни и те же фильмы Типа смотришь Такой интересно Подытоживая Сколько собрало В итоге Какая самая лучшая Егора Чтобы не пропустить Что-то Что прошло Блядь чувак Такие статьи Такие топы На каком полигоне Обычно Публикуется Это типа Уже Несколько лет Как никому не интересно Вот реально Типа подробный Разбор Десяти лучших Егор Ну почитает Это грубо говоря Тысячи читателей Посмотрит твой ролик Тысячи человек Ну блядь Ну так Все так Весь Все Весь видеоблогер Что-то посмотрит Что-то не посмотрит Вот например Можно было бы Что-нибудь такое Что топ Десять случаев Кто соснул Например В 2018 Ну и что бы И да Ну Я к тому Потому что понимаешь Конец года Подожди Конец года Да У всех же Кризис наступает Такой О чем бы поговорить Вот у меня Стримы идут Идут Да Но надо что-то Вот Такую-то тему Да Я могу там провести Музыкальный стрим Или еще что-то А к новому году Отличная тема И они всегда Собирают меньше Чем обычный стрим Не всегда Я на них подзабиваю Музыкальные Они собирают Три стрима Отлично А потом начинается спад И я прекращаю На какое-то время Вот Так и здесь Раз в год Проводится часть Вот Я у себя собираюсь Подводить Какие-то итоги Годов Это такая тема Бесконечная Можно подводить Ну вот ты говоришь Топ Соснувших Хойца Ну и кто по-твоему Соснул Хойца В 2018 В первую очередь Я не понял Я не понял О чем ты На что-то Намекаешь Ну парки Понимаешь Раньше они Были платный Вход туда Понял Да В общем Все Кто получил Удар по статистике Они в какой-то мере Конечно Да Но с другой стороны Я себе Наконец-то Поменял Ободранный Говенный Честерфилд На настоящей Из настоящей Кожи И Это все Того стоило Это про диван? Да Понятно Нет блять Про сигареты Костя Да хуй тебя знает Вообще Думаю Совсем что Ёгнулся Поменял Сиги На кожаную Сигу Блять Потому что Ты любишь Кожаные Сиги Все понятно С тобой Да В этом и был Прекол Это Нет А кто-нибудь Ты прям потерпел Грандиозная фиаско Чтобы прям Вот как Как Джонни Бой Например Ну чтобы совсем Вот прям Обосраться настолько Что уйти С горизонта Чувак Я думаю Проблема Джонни Бой Была не в том Что он обосрался А в том Что он в МЛМ Какой-то вступил Нет Ну это понятно Это я просто Для примера Потому что Ну потом он же пропал Просто с радаров Кто-нибудь так вот Тоже сильно так Чтобы уйти на покой Что-нибудь сделать Я Да я Я А что ты сделал Ты ничего не сделал Да ты просто Просто спад Ну такой Он же у тебя Не резкий спад Из-за того Что ты что-то Прям сделал И прям Жидко потекло А он просто Потихонечку Ну спад Спал интерес Я думаю Все из-за того Что в этом году Не было нового Озона Да Озон все испортил На самом деле Мою карьеру Испортил Озон С вот этой всей Терпильным уголком Все У меня был сценарий Про Mortal Kombat На острове Все были готовы Сниматься И Озон Все перевел В какую-то Криминальную драму Про Боксеров Блядь Терпил Ужас Блядь Все Может быть Вот Счастливый Талисман Сломался Все Ты только о себе О себе Ты вообще В мир-то смотришь Может быть Кроме тебя А что там Интерес Там петухи Одни Мир может Не только на тебе Сосредоточен на одном А как тебе такое Как дела у Мэдисона Спрашивают Я не знаю Как дела у Мэдисона Ты следишь Наверное За его карьерой В гору Или спад Или стагнация Да так же Ну То что Условные дали Это уже Я полагаю Достижение С другой стороны То что Срок дали Это Негативный Как бы Момент Ну Как Как Вот Как жизнь Она идет Черная и белая Типа Дают срок Но хотя бы Условный Вот примерно 50-50 Ну потихоньку Да Ну главное Что не сидел Полгода Как Соколовский Так что Это вообще плюс Тогда Да Ну Надо понимать Да Что Мэдисон То дали За ролик Который Вообще Был До закона Об оскорблении Чувств верующих И Задним числом Так сказать То есть Он-то в отличие От Соколовского Не прыгал А Соколовский Да Поперся Прямо После закона Об оскорблении Чувств верующих То есть Это как Я не знаю Когда в стране Дело О.Джей Симпсона Пойти И убить Свою жену Типа Неуважение К хайпу Блять Так Давай Пройдемся По донатам По общим По моим А то мне надо Отвечать на них Так Доброй ночи Константин Что думаешь О никотиновой И алкогольной Зависимости А в особенности От избавления От них Была ли у тебя Самого Какая-то из них Убои были Одна осталась Ну я считаю Что если я Пиздец Как хочу В пятницу пить Ну то есть У меня есть Какое-то расписание По которому Я прям Придерживаюсь То это тоже Часть алкоголизма Так что Ну боремся с этим Чтоб он не прогрессировал Можно ли избавиться От зависимости Можно ли избавиться От душевной травмы Можно ли избавиться От воспоминания От первой любви Конечно можно Существуют и способы И препараты И терапия Но будем ли мы Теми Самими собой Избавившись От всего Что делало У нас Самими Нами Блять Так вы запишите Да Я честно говорю Это вот Мне кажется Школьная хуйня Максимализм Типа Ой я не буду Тем кто я есть Если я сниму Свои серьги Блять Скрою татуировки И перестану курить Папиросы Хуйня Это полная Но Я приведу Самый понятный пример Относительно Курения сигарет И курить сигареты Конечно плохо Но вот например Вы Решаете Стать собой Который не курит И потом оказывается Что Ваше призвание Всю жизнь Было веселить коллег Во время перекура Блять Ёпта И когда вы перестаете курить Вы начинаете больше работать Вы не расслабляетесь На работе Вы приходите домой У вас не встает хуй Ваша жена изменяет вам С негром Блять И вы потом Вешаетесь Блять То есть Не всегда Не всегда можно так просто Взять и выдрать Часть себя Ты неправильный пример Приводишь Потому что ты привел пример Когда у тебя просто условия труда Исчезли Условия труда Мы говорим про то Что Я вот например думаю Если говорить про тебя Например на твоем примере Что Юрой Тахованским Тебя делает именно то Что Вопреки алкоголизму Из тебя прет Понимаешь То есть Если бы Ты видимо мало смотрел Трезвого Хованского Нет Потому что Трезвый Ты не бываешь Ты не привык к себе Трезвому И ты не умеешь этим пользоваться Как будто бы Как будто бы знаешь У тебя вот 100 очков силы А когда ты пьяный У тебя всего 20 очков Вот ты этими Мощностью в 20 очков силы Умеешь пользоваться А когда 100 включается Ты превращаешься в дурака Но сил это больше Понимаешь Если бы ты Год трезвым провел И начал бы писать Там например Сценарий Да Ну я имею ввиду Прости кадавр Я все В харизму И в интеллект кидал Если бы Мне кто сказал Что есть Какой-то стат Который позволяет Деньги зарабатывать Я бы все В него кинул Блядь Но Сила Число моих Приоритетов Я бы даже Наверное Выбрал красоту Пизды Я и так За свой базар Получал Уж лучше бы Блядь Был красавчиком И меня бы пиздили За то Что я такой Красивый И всех баб В классе ебу Типа Так что Нет Это полная поебень Силу качать Это сейчас Да я не просил Ты опять нихуя не слушаешь Я имел ввиду силы Как потенциал Ты опять нихуя не слушаешь Причем здесь сила Ну а что А как потенциал Изменяется от алкоголя Вот сила какая-то В лучшую сторону Вот блядь Как Стивен Кинг Который блядь Писал под кокаином Блядь Я охуенно пишу Бля у меня под кокаином Заебись получается Потом в один прекрасный момент По-моему понял Что я подохнул Вылечился от кокаина А оказалось Что он может писать И не лучше Ой и не хуже А даже лучше Без кокаина Когда полностью очистился Ну разница в том Что Стивен Кинг И так и так Писал какую-то поебень Которую нормальный человек Прочитать даже Не может Блядь Ты че хуй вообще блядь Ну ладно Тупой хуило блядь Блядь Да Твои говно блядь Суворов Ой Суркин Как вот ты читаешь Сорок Соколов Сорокин блядь Ой Сорокин блядь Чувак Стивен Кинг это очень плохо Это прям Ниши Ты че несешь ты блядь Сорокин который нахуй Никому не нужен Дарья Донцова Просто она американская Дарья Донцова Дурачок блядь Не умный Вот давай я тебе назову Несколько общих признаков Стивена Кинга И Дарьи Донцовой Так что случилось Что у меня мама читает Дарью Донцову Я как-то себе отдыхал Книжек не было Интернета не было И смотри Вот у Стивена Кинга Как и у Дарьи Донцовой Всегда не один вид Магии В сюжете Грубо говоря Хороший сюжет В нем всегда есть Одна какая-то Один волшебный элемент Либо роботы Либо магия Либо инопланетяне Либо блядь Ну вот какие-то Камни бесконечности Или не важно Но вот когда У тебя есть В твоем Как бы сказать Романе И магия И инопланетяне И средневековые рыцари Это означает Что это говно Прямо фуфлище Ну либо это Постмодерн В духе Сорокина Тогда это простительно Потому что это Издевка Над говнищем Но если ты на полном Серьезе пишешь Такое говнище Сколько видов Магии инопланетян В побеге из Шоушенко Там вообще нет Этого Сверхъестественного Элемента Блядь Ёпты Как так получилось Что Стивен Кинг Написал это прекрасное Произведение Потому что Побег из Шоушенко У Стивена Кинга Это сколько там 45 страниц Блядь Ёпты Как краткий пересказ Фильма Тело Тело Который Фильм А рассказ На самом деле Не такой интересный Оу Стэн Ой При четырех подростках Которые нашли труп И обнаружили Своё взросление Чувак Кто писал Это срань Сердца в Атлантиде Подросток Сердца в Атлантиде К сожалению Не знаю Сколько видов Магии В Сиянии Оу Опять таки Призраки Индейцы Какие индейцы Ну На индейском Кладбище Было построено Ну К этому сводится Любая фантастическая книга Которая есть причины На любом Любой дом Там В Эмитивиле Все на кладбище Индейском Да потому что Стивен Кинг Создал эти стандарты Блядь Банальности И тупости У Стивена Кинга Есть одно Хорошее произведение И это Мизери Оно действительно Интригующее И пугающее Все остальное В Зеленой Миле Сколько видов магии Ой Да Волшебный Джон Кофи Блядь Который Да Ну еще Вот волшебный Джон Кофи А еще сколько Ты же говоришь Что там много Видов магии А в Темной башне Сколько А в Ебаном Это куполе Под куполом А причем здесь Темная башня Ты же говоришь Что у него все произведения Я тебе причисляю Тело Я тебе говорю Я тебе просто говорю Что это критерии Очень плохого писателя И Стивен Кинг Очень плохой писатель Почему плохой писатель Потому что В каких-то книжках Во-первых он графоман Как и Донцова И что Графомания Это не Любой писатель Графоман Любой писатель Становится талантливым После того Какое-то время Пишет как графоман Просто выписывается Тебе нравится Стенд бай ми Объяснить чем История о четырех подростках Которые пошли Я кино не смотрел Я читал Саму повесть Да Она пронизана Любовью к детству На самом деле Она не про то Что они там на труп Идут смотреть А про то Что это последнее Детство В их лете Они потом должны Развижаться Они становятся Взрослыми Да Именно Вот после этой истории Ну и чё Да это Будь это В смысле блять Ну и чё В смысле блять Ну и чё Про чё Сорокин пишет В смысле блять Ну и чё А про чё Сорокин пишет Сорокин деконструирует Социалистический реализм Ой и чё Деконструировал Социалистический реализм И чё Ой Социалистический реализм Говно Вот это да Вот это новость Пиздец какой писатель А Пелевин о чём пишет О том что буддизм О, пиздец, как интересно, блядь, буддизм Стихи про детство, блядь Это твоё, блядь, и чё? Ну так а ты смотри, блядь, какой-нибудь Фильм постперестроечный, типа Здравствуйте, дорогая Елена Сергеевна Курьер, Небеса обетованной Нахуй ты читаешь эту Сорокинщину ебаную, если есть Прекрасный фильм Небеса обетованной Это твоя аргументация, блядь Это твоя, блядь, аргументация такая ущербная Нет, я тебе говорю, сама ностальгия Нихуя не стоит, если, блядь Она чем-то не подкреплена А Стэнд Бай Ми это какая-то просто невнятная Поебень Что значит, блядь, ничем не подкрепленная? Ещё раз говорю, от неё не смеяться, не плакать Не хочется, в этом плане даже, блядь Фильм киномана про Дэнди Намного пизже, чем в Стэнд Бай Ми А тебе нужно обязательно Плакать или смеяться? Вот ты такой вот поверхностный Человек, что тебе нужно обязательно либо Либо слезами, ну так смотри, один плюс один Вот, блядь, для тебя, для дурачка, французское Кино, блядь, снимается Ну а чё, зато плачешь, блядь Как дурачок, или Хатика, смотри, блядь Ты же не можешь проникнуться в истории Ты же не можешь смотреть историю нормальную Где ты просто наслаждаешься историей Или что-то подчерпаешь до себя без слёз и смеха Один плюс один тогда для тебя Ты же говоришь, что плакать надо, блядь Ты же говоришь, где ты в Игре Престолов плакал, блядь Алексей, 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 Алексей Когда айтипедия начинает орать и не слушать меня Я обычно просто начинаю говорить Алексей, Алексей, Алексей Так вот, я нихуя не понял Из-за того, что ты на меня орал Сможешь в одном приложении Сформулировать мысль Потому что я только хотел тебя перебить Ты меня не слушал, я пропустил Только я хотел тебя перебить А ты не перебивался Охуительно Да, я из-за этого потерял мысль Вот в чем проблема Мысль заключается в том, что ты сказал, что Книги обязательно должны либо вызывать смех Либо слезы И я сказал, если ты хочешь смеха То для тебя, блядь, комедий-клаб И я буду держаться за это Либо это документалки Тогда Стивен Кинг, конечно, говно Если мы сравниваем с комедий-клабом И с 1 плюс 1 и Хатико То, конечно, Стивен Кинг говно Потому что он позволяет задуматься Без слез и смеха, как дурачок Константин, Константин, что если я тебе скажу Что вообще существует только трагедия Как жанр А комедия это трагедия Которой дали немного настояться, блядь И это придумали еще в Древней Греции И с тех пор нихуя не изменилось Если фильм тебя не заставляет Не смеяться, не плакать Это я условно Ты не должен гоготать И ты не должен, конечно, реветь, блядь Реветь мужик может только на Гран Торино Единственный фильм, где мужчине разрешается поплакать Вот это и похороны родителей И все И больше у вас нет возможностей Но в целом, чувак Если от фильма тебе ни жарко, ни холодно Это плохой фильм Типа Фильм может быть дебильным Как новые парни Турбо Фильм может быть Пугающим Как какой-нибудь заводной апельсин Хорошо, ребята Давайте спросим Либо в мажоре, либо в миноре Трогал струны твоей души Если нет ни мажора, ни минора Это просто вот поебень по струнам В духе Виктора Цоя Ребята Напишите в чатик Знак вопроса Если вы плакали над фильмом Зеленая миля Или Побег из Шоушенко И напишите Восклицательный знак Если вы плакали Хотя бы над одним фильмом По Пелевину Или Сорокину Давайте, ребята Восклицательный знак Во-первых, фильмы по Пелевину говно А фильмов по Сорокину нет Вот Да, потому что не снимают по говну Потому что про говно не снимают Вот у меня был такой момент Когда я плакал над двумя фильмами Гран Торино И еще в детстве Для человека В эпохе Возрождения И Мэдисон потом До мной издевался На стримах Говорил, что Типа он пересмотрел этот фильм И не нашел там Блять Ни одного момента Где Ну я не знаю Почему меня так тронуло Эта история О Дэнни Девитта Который Ну я пиздюком был тогда Ну вот два фильма У кого-то может Кто-то плакал Над побегом из Шоушенко Я не спорю Но фишка в том Что это Очень счастливый фильм Там нет Ни одного момента Где можно заплакать Даже если ты тёлка Нет ни одного момента В зелёной миле Где ты можешь заплакать Камон, чувак Это Джан Конф Он как Иисус Он идёт Чувак, это как над Библией Плакать Ребята, кто-то Он говорит, что Над зелёной милей Нельзя плакать Я-то не плакал Это история Она изначально написана Про жертву Это я тебе говорю Как плакать над Библией В момент, когда Иисус умирает А над чем ты плачешь У Пелевина и Сорокина, дурачок? Да не плачу я У Пелевина и Сорокина А они постмодернисты Они разъёбывают всех И смеются Над всей этой поебенью Кого они разъёбывают? Кому они нахуй Со своим разъёбом нужны, блять? Тоже как ютуберы, блять Разъёбщики разъебали Нахуй они кому нужны? Есть Стивен Кинг До которого им Как до Пекина Раком, блять, отпрыгиваться А ты такой же Как 16 лет Был, который Пелевина читает И это 16 лет Так и не повзрослел, блять Нихуя Да, разница только в том Что Пелевин скатился С того момента Да, только человек Повзрослел Начинает, блять Читать Донцову И находить в ней Хоть что-то интересное Понимаешь? Потому что слушают Ваших разъёбывателей Про говно и сало Блять Со спермой Потому что Только можно в 16 лет Этим интересным считаться А Требья пишет Дельные вещи Что в побеге Шаушенко Есть грустный момент Когда вешается Брукс Но только при условии Что у вас Как у Поперечного Недавно умер дед Тогда вам будет Это грустно смотреть А так вообще История Ну, блять Я скорее поверю Что вы заплачете На человека Эпохи Возрождения Чем просто над тем Что Дед Вышедший из тюрьмы Повесился Эти Вышедшие из тюрьмы Деды Повсюду вешаются И вам как Ты сейчас споришь С людьми Которые над этим плакали Или что я понять не могу Ты сам придумал Этот аргумент Про плакать и смеяться Я сказал условно Драматургия идеальная А я тебе говорю Что в Зеленой Миле Есть драматургия А в твоих писателях Которых ты постоянно рекламируешь Никакой драматургии нет Это волшебная Сказочная история Это как над колобком И что И что Стивен Кинговская В ней нет Ты же сказал Что не может считаться Хорошим кино На котором не плачут Не смеются Над этим смеются И плачут Зеленая Миле Вообще не мое любимое произведение Мое любимое произведение Сердца в Атлантиде Все Окей Ты его не читал Мы об нем не говорим Мы говорим о том Что Стивен Кинговно Но Зеленая Миле Чувак Это сказка Обычная Причем с библейскими Какими-то аллюзиями Блять А Сорокин говно Просто говно Ни сказка Ничего Ни драматургия Просто говно Все Ну это твое мнение Как сказал бы Иисус Это ты сказал Только поклонников Видал Вот и Сорокин так Смотри Я тебя продемонстрировал Если ты не понял Деревенщина В постмодерном стиле Что делает Сорокин Он берет какие-то источники Но так их извращают Что даже Костя Кадавр Выдает Ха-ха-ха Вот он не заставляет плакать Как и Пелевин Не заставляет плакать Но Он настолько дерзко Вертит нахую Все Что это Блять Я так реагирую на Валдисов У меня Валдис Когда такой Говорит блять Я сделал аппликацию Я говорю блять Аппликации не делай больше А он приносит еще одну Говорит я сделал еще одну Я такой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- метамодерн. Чего не можем? Да каждый раз, блядь, заглушает и это, и мы говорим прям по слову, как знаешь, в скетче, то есть мы замолкаем и одновременно и замолкаем, немного ждем, и оба одновременно начинаем. Нормально, это в скайпе еще в миллиард раз хуже. Почему здесь нормальный отклик? Я не вижу здесь никакой проблемы, блядь. Ну все, как скажешь. Осталось мне только выяснить, что такое метамодерн в вашей терминологии, скажем так, и будет вообще все хорошо. Все, постмодерн, я понял, это Валдис. Каждый раз, когда мне будет кто-то говорить про постмодерн, я буду понимать, что это Валдис. Представь себе, что это Валдис, но не потому, что он такой тупой, а потому, что он очень умный и нарочно так делает, чтобы тебя разозлить. Вот тогда будет правильное определение. Сейчас оно не до конца верное. Валдис может иногда попадать в те же действия, которые делает умный Валдис, чтобы тебя разозлить, но это чисто случайность. Валдис не сможет бесконечно генерировать постмодерн, но иногда в силу своей тупости он может сделать что-то вот такое вот постмодерн. А зачем это нужен, такой постмодерн? Ну, собственно... Чтобы поугарать, покикесить. А, ему поугарать, покикесить? Нет, покикесить тем, кто читает и знает об этом. Ну, если он делает этот перформанс для тебя, чтобы тебя позлить, то вот тебе, очевидно. Ясно. Понятно. Типа, театр одного зрителя, этот зритель ты, и вот именно у тебя должен в голове возникнуть когнитивный, так сказать, диссонанс от его действий. Но дело в том, что Валдис это делает ненамеренно, повторюсь. Но само по себе вот сбрасывание холодильника... А какая мне печаль до того, как он делает это с намеренно и ненамеренно? Смотри, объясняю. Сбрасывание холодильника это что-то, что могло бы быть в книге у Сорокина или Пелевина история про то, как человек прям... И в ней бы даже нашли какой-то символизм. То есть сброшенный посреди моста холодильник, а мост это переход. Ну, ты понимаешь, куда я клоню, да? Это хуйня все. Нет, я понял тебя. Понятно, что хуйня, но сам эффект, создающийся этим, не хуйня. А это все хуйня. По итогу, я ненавижу человека того, который сбросил холодильник. И когда я его встречу в темном переулке с ножом, он меня будет убеждать, что это было... Отсосешему. Это что было кек, я его зарежу нахуй. А ты знаешь, Костя, что 70% погибших от ножевых ранений в драках уличных Я условно говорю. Погибают от своего оружия. Я условно говорю, понимаешь, что если будет возможность его пьяного пожжечь в его машине, я подожгу, зная, что это он выкинул холодильник, понимаешь? А машину за что, Костя? А это хорошо. А это смешно, блядь. Что тебе машина-то сделала? Что машина-то сделала? Она-то в чем виновата, действительно. Это я погорячил. Хоть будет что вдове продать, там типа рожиться денежками от потери кормильца, а ты машину сжигаешь. Откуда у него вдова-то откажется? А говорят, он же постмодернист. Откуда у него будет вдова, он постмодернист, блядь, он хуи сосет за гаражами. Откуда вдова-то? Вдовец может быть, может быть парень у него останется, но точно не вдова. Тот же Елизаров получал русского букера, например, блядь, входил по крайней мере в шортлист. А ты у него спрашивал, имеешь ли ты право оскорблять его до словом постмодерн? Я кого хочу, так и оскорбляю, блядь. Ну так-то да. Это как нигеры. Мы постмодернисты можем называть других постмодернистов постмодернистами, это нормально. Но вы, черти, вы должны более тактичные формулировки выбирать для описания нас. Кен. 50 рублей. Ребята, которые хотят пойти учиться на творческие специальности, не ебите мозги. Если вы получаете специальность по фундаментальным естественным наукам и инженерии, это преимущество. Потому что на творческую работу скорее возьмут инженера, чем дипломированного режиссера или журналиста. Инфа 100%. Дорогое министерство образования, вы могли бы обратиться ко мне? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Этой пропагандой зачем вы так низкопрофильно и дешево работаете? Да, идея сама по себе хороша, но ни один школьник на это не поведется. Тот, кто поверит в это, что так можно кого-то убедить, тот вообще не знает основы психологии, а уж тем более детской психологии. Вот сейчас больше людей творческих профессий вы отпугнули от естественных наук, чем если бы это делал даже я. За деньги, предположим. Вот увидев такую хуйню, человек, который хотел стать художником, через 50 лет давая интервью, ну, либо ночуя на помойке, сам понимаешь, тут одно из двух, он будет говорить, что вот он стал художником в тот момент, когда я сидел на стриме и какой-то хер начал писать ему, что естественно фундаментальные науки, это самое, вы только у них вызываете большее отвращение к себе. Возможно, я поэтому и экономист, я между гуманитариями и технарями я понимаю и тех, и других, но нельзя так с художниками, они очень ранимые, блядь, им такую информацию нужно давать очень аккуратно. Подливер, ну, кстати, я не соглашусь вот с последним утверждением, я прежде чем к следующим перейдем, что на работу, на творческую работу скорее возьмут инженера, чем дипломированного режиссера или журналиста, хуйня, это полная. А я скажу так, на творческую работу скорее возьмут сына того, кто директор этой творческой работы, либо какого-нибудь зятя, либо свата, вот это правильное утверждение, то есть, ну, он может быть инженером, а может быть хуепуталом полным, блядь, типа, это равновероятные шансы, а может быть и художником, а может, что угодно может быть, но верить в то, что инженеров ценят прям так, это, ну, типа, инженерия, инженерия головного мозга. Намек на то, что, типа, ну, Стругацкие, знаешь, вот были инженерами, ну, как вот советская интеллигенция, она была всегда творческой, то есть, они же, у нас не было по большей части творческих профессий, кроме там, какого-нибудь в гика актерского, да, ну, там, режиссерского, а в остальном же все во всякие юмористы, вот все эти аркановы и прочие, они же все учились на инженеров. очень хорошо сказал, смотри, это преимущество творческой профессии, вот, ты перечисляешь, юмористы, все эти искусствоведы, хуя, они выучили один раз всю свою телегу, и все, они могут по 50 лет, там, диссертации, хуяться, и хуярить, а если ты инженер, примерно каждые два года все нахуй меняется, вообще, вот, просто, блядь, Снок, ты должен будешь до самой старости учиться, с другой стороны, если ты вот был инженером и ушел в юмористы, как, кого-то там Карцева приводил, в пример, или я, я не помню кто, ну, всякие Аркадия Арканова, Григорий Горин, Арканова, да, вот Арканов, и ты написал, типа, 200 шуток, и ты их можешь рассказывать на аншлаге, сука, до самой смерти, блядь, ёпта, типа, просто, это настолько выгоднее, что не описать, а если он был бы инженером, вы представьте, с тех времен, когда Аркадий Арканов был молодым, вот я не знаю, был он, какой охуе инженером, представим, что по трубам каким-то, да, и раньше у них были просто чугунные трубы, а теперь они качают нефть, газ, там давление, всякая хуйня, даже в хате ставятся какие-то стекловолоконные, я не знаю, там супероптические трубы, блядь, какая-нибудь такая, пыбе, их нужно, блядь, вшивать в стены, и так, чтобы они прорвались, были датчики утечек, всю эту хуйню учить, и с другой стороны, просто вот шутки, да, которые можно одни и те же рассказывать раз за разом. Павел Капич, это пять инженеров срут, да мы не срем, мы наоборот говорим, это же просто, мы говорим про этот обман, а насчет того, что на работу возьмут сына какого-нибудь хуепуталы, ну, вообще, в общем случае, если нет никакого знакомого, сына, племянника, или сына чиновника, который на это все влияет, возьмут того, кто больше всех подходит, ну, да, нет, но возьмут все равно, на режиссера возьмут все-таки режиссера или журналиста на журналиста, а не инженера, я понимаю, зря ты так говоришь, почему, возьмут того, кто больше всего будет соответствовать критерии, ну, так и подходить-то будет режиссер, скорее, журналист, кому лучше знать, как на сцене поставить, чем режиссер, а вот это вот, кстати, такое предположение, знаешь, блядь, что, я тебе хочу сказать, так, ни один дипломированный, скажем так, вот специалист не будет лучше просто какого-то кустаря, если этот кустарь обожает свое дело и посвящает ему все свободное время, типа диплом, его можно получить при самых разных обстоятельствах и самыми разными способами, кто-то, блядь, его покупает, кто-то заканчивает универ только потому, что хочет порадовать родителей, как я, то есть, если бы была моя воля, я бы всей этой хуйней не занимался вообще, просто, мои родители очень консервативные и в их среде, если ребенок как бы не получил диплом, то ты у всех знакомых, как бы корешей, ты зашквардос, вот как я это понимаю, я не хочу, чтобы мои родители были зашквардосами в среде своих друзей, это я понять могу, у них просто вот такие понятия, но я их не разделяю, а вот, блядь, говорить о том, что в любом случае наймут режиссера, ну так много даже среди отечественных режиссеров крутых, недипломированных, которые просто... Кого? Я вот как раз таки именно про режиссера. У Найшулера, например, есть диплом, который вот хардкор... Ну, а что нет? Ну-ка, проверьте, ребята, у Найшулера. Я вот именно как раз имею в виду режиссеров именно, потому что вот как раз журналист это, да, любой, кто умеет писать, в принципе, рассказывать историю или просто пересказать там репортерам. Тут да, а вот именно касательно режиссеров. Давай не из наших, давай не из наших, вот Кевин Смит, например, который просто настолько любил свое дело, что с кредиток родителей снимал деньги и вот так делал свой первый фильм. В него никто не верил, образования у него нет. В России, может, таких меньше, но все-таки это же самородки. Я говорю про театральных режиссеров. Сколько, блядь, выпускников, Давай про театральных, про кинорежиссеров их вообще во всем мире настолько пренебрежительно мало, что они могут считаться став погрешностью. Пишут, у Найшулера нет вышки, кстати. Это может быть погрешностью, я говорю, кинорежиссеры уходят. Найшулер бросил, бросил институт. Их на весь мир, блядь, 200 штук. Ну о чем мы говорим? Я говорю не про кинорежиссеров, а про театральных. Попробуйте в театр попасть, блядь, без образования. Слушай, театр это такая, вот лучшее, что вы можете знать о театре, я просто ходил в театральный кружок в детстве, это последний сезон физрука, где Фома попадает в театр. Театр это такая грызня, и это такая как бы мини-иерархия, что это как вот, я не знаю, если вас коррупция смущает, какое-то вот блатовство, взяточничество, типа попустительство, то театр это все это возведенное, не то что вкуп, а в четвертую степень, потому что это все, ну блядь, театральные режиссеры это совсем другая хуйня, потому что они все амбициозные, некоммерческие, они все, ну как бы ты много на театре изначально не заработаешь, поэтому люди, которые прямо хотят быть театральными режиссерами, они хотят выдавать искусство, они хотят получать премии, они хотят, чтобы у них играли самые лучшие актеры, и это, ну как бы, не пересекается с кино, где Сарик Андреасян хочет, ну так я тебе и говорю, денег побольше срубить, да, поэтому, ну да, поэтому кинорежиссеры, это скорее предприниматели, такие, они еще и продюсерские функции выполняют, да, 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 в большинстве случаев, да, да, и этому не научат в театральном, ну так этому нигде не научат, поэтому там всякая шушера типа Кевина Смита, подливер, это успех, Костя, ты засветился у Коли Соболева в видео, ты достиг мечты многих, это вот та вставка, где ты со стрима нашего общего, ты дружи, где-то там говоришь, это как там, это пиздеж или что, ну понял, да, в ролике? Да, про группу хлеб, да, да, но, кстати, вот ты кадавр моешь засвидетельствовать, что я хуесосил группу хлеб задолго до истории с плагиатом, еще когда они были, мне нравятся, а то мне сейчас обвиняют, будто я на них обиделся только после этого, ну, а я что-то в датах не помню, но помню, что давно, да, или кто-то еще их хуесосил, я тоже, кто-то кого-то спрашивал, кто-то говорил, что они не очень, да, это все хуесосили, не помню почему, наверное, ты, потому что с кем еще, наверное, ты, да, с кем еще мог об этом обсуждать, Куклукс Куколт, привет, я Куколт, бля, смешной никнейм, братан, Куклукс Куколт, привет, я Куколт, почти пять лет назад бросила Тян, еще год после этого я фапал только на фантазии о ней, и иногда о ней с ее новым парнем, потом перешел на прон про Куколт, теперь есть Тян, и у нас обычные отношения, намекал ей на МЖМ, она строго против, да я и сам боюсь воплощать такое, пиздец, так ты подожди, ты не Куколт, ты просто чувак, которого возбуждает идея Куколта, типа, настоящий Куколт, это Панин, например, бля, чувак, это ты когда-то имеешь в виду, что надо обязательно член сосать чужой? Нет, что твою жену хотя бы при тебе, или с твоего согласия должны выебать, ну или там тенку, как бы, чувак, дело в том, что его это стало привлекать уже после того, как тёлка с ним рассталась, понимаешь, то есть она его кинула, а его новая тёлка, она никому кроме него не давала ни разу, то есть формально он ни разу не рогоносец, не Куколт, Куколт это рогоносец, тебе рога-то никто не наставил, да, его же тёлка бросила, и потом стал ебаться с другим, он не рогоносец, а новая тёлка отказала ему в этом, то есть... Ну, так он-то фантазирует, почему, он же начал уже фантазировать, ну, а вот, подожди, а человек, который фантазирует, что, типа, трапа выебать, он ебал трапа или нет? Он не ебал трапа, вот это неверный пример, а человек, который трахается с женщинами, но дрочит при этом на гей-порно, он что, хочешь сказать, не гомосек? Или хотя бы не бит? он латентный гомосек, ну, так гомосек всё-таки. Но формально-то он не проткнутый, мы сейчас говорим о чём... Мы же не говорим не про формальность, а про всё, внутри он уже проткнутый, то есть ему осталось только по-настоящему проткнуться, и так же здесь он Куколт... А ты знаешь, что вот, блядь, многие люди, особенно вот в США всякие республиканские сенаторы, вот эти задавленные церковным католическим образованием, они вот так и живут, и они живут до 70 лет, а потом в каком-нибудь туалете подрочат, блядь, другому чуваку, и сразу скандал, и всё, их отлучают от церкви, они подают в отставку. Вот люди так, они и живут, типа, но... Ну, так они же... Но они же не геи до тех пор, пока они не подрочили в толчке каком-то... Нет, подожди. Они подавленные геи, они как бы... Ну, подавленные геи есть геи. Натуралы, мечтающие. Ну, возможно. Ну, так и унку кот, ну, подожди. Подожди, а тогда получается, что человек, который мечтает об убийствах, он убийца? Нет. Ну, и всё. Ну, по-церковному, да, по-церковному грешник, и попадёт в рак. Ну, чувак, а вдруг вот какой-нибудь чувак был натуралом, и его отчим, например... Подожди, то есть по-честному... Умер у него батя, вот я тебе, подожди, пример приведу. Умер у него батя, его отчим, блядь, трахнул нахуй, и он после этого ни разу не гей, но он при этом, как бы, считается по каким-то вот уголовным понятиям проткнутый. И другая ситуация, когда человек живёт с женой, у него дети, блядь, но он вот смотрит, блядь, ёпта, на проходящих каких-то чуваков и подходит к ним, блядь, и говорит, можно вам подрочить? Они говорят, иди нахуй, бьют ему ебало, и он плачет, и после этого несколько лет не подходит никому. Он пидор или не пидор? Вот по каким понятиям мы работаем? Вот я не знаю, вот до того, как ты спросил про убийство... Дошёл ли он до этого? Вот если бы он подрочил мужику или это, было бы понятно, но он просто, возможно, это было, вдруг у него жена умерла, и он сошёл с ума частично. А вдруг он даже не подходил, понимаешь? То есть он просто в себе это держит, потихонечку дрочит на гей-порно, а даже никому не подходил ни разу. Отрахался только с женщинами. Ну так вынужденно, да, там как бы соглашался. Вообще он... Ну и является ли он геем? Да. Но возбуждают его только мужики. Вот даже когда с женой... А, нет, ну это другой вопрос. Нет, 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 это просто... Ты так говоришь, блядь, просто обстоятельства бывают разные. Вдруг он дрочил на гей-порно, когда его пила похитил, блядь, и сказал, ты должен подрочить на этой кончите, вот у тебя там две минуты, блядь, то есть... Ну... А вот, блядь, по мне так это все-таки гейство это что-то создательное, типа... Это не то, что просто чувак страдает хуйней, а вот кто-то рассказывал то ли в шоу вписка, то ли это, блядь, что с друзьями по приколу сосался, не помню, блядь, вот это на самом деле... А, нет, это было, блядь, в стендап-клабе, блядь, по-моему, там была история, и типа... Ну вот гейство ли это, типа, если это делали просто для того, чтобы люди охуевали? По мне так постмодерн, но если целуясь, они испытывали какие-то чувства и хотели бы продолжать, то это, несомненно, гейство. А если кто-то из них после этого еще и дрочил другому, то это точно гейство. А почему тебя такое дрочило? Почему никто никому не сосет и не чпокается? Чего у тебя заману меня подрочили другую? Там-то все понятно, это как бы... Мы говорим о пограничном состоянии. Если, чуваки, если вдруг кто-то кому-то сосал, то вы точно геи. Либо вы были в тюрьме и вас там изнасиловали. Хорошо, а если голландский штурвал, ну или вариант на него, я дрочу тебе, ты дрочишь мне, но мы смотрим на женское порно. Мы смотрим женское порно вместе, но ты дрочишь мне, а я дрочу тебе. Смысл голландского штурвала это как раз вот то, о чем мы говорим. Но видишь, ты не уважаешь постмодерны, при этом, блядь, ты восхищаешься вот такими штуками. Именно сама идея, как родилась эта шутка про голландский штурвал. Насколько я понимаю, это нереальная хуйня, просто из евротуры или из пирога. Просто насколько можно зайти вот в этой хуйне гей и не гей. Причем в США это актуально, потому что там есть традиция, в американском футболе они шлепают друг друга по жопам, например. Это постоянно везде обыгрываются, и это дико представить в России, но у них они прям шлепают по жопам. Это супер странно, блядь. И вот если довести вот это вот до абсурда, типа как, а что будет, если я дрочу своей рукой, мы закрыли глаза, и чувак дергает мою руку. Это такая отличная постмодерновая шутка, блядь. Ага, только фильмы-то, по-моему, Зак Мири снимают порно, и это этот поклата рассказывает. Это еще старше, точнее, это еще позднее вышел фильм, значит, он еще постмодерновее. Рассказывает этот же, как у Джей, который из «Джей, молчаливый боб», это же он рассказывает про голландский штурвал. Так, так вот, мы про Куколда-то не ответили. Ты считаешь, что он не настоящий Куколд в итоге? Не, мне кажется, Куколд это рогоносец, и все-таки формально рога кто-то хотя бы раз должен наставить. Иначе ты, иначе ты просто хейпаж... Это как говоришь, что ты жертва изнасилования, когда тебя не насиловали. Окей, подожди. Это не уважение, это не уважение по отношению к настоящим Куколдам, типа Панина, которые прям смотрели, как их жену и, блядь, ёпта при них. И ты смеешь ставить себя в один ряд с ними, просто потому, что посмотрел на какой-нибудь sellyourgirlfriend.com порнушку. Да кто ты такой, чтобы называть себя Куколдом? Так вот, он же предлагал, он же предлагал своей женщине МЖМ. Подожди, я договорил. Он предлагал женщине МЖМ, но ведь явно он предполагал, что трахать-то будет его женщину тот, а он будет смотреть. То есть, он предлагал не вертолет. Нет, а с чего ты взял, во-первых? Он, может быть, смотрел бы просто с позиции... Во-первых, я думаю, что когда говоришь МЖМ, это МЖМ все-таки, имеется в виду с одной стороны М, с другой М, а по себе Я тебе еще раз и говорю, это он так предлагал ей, чтобы не отпугнуть ее сразу, что он Куколд. Ну, формально, пока не было Куколдорского акта, мне... Нет, это все поебень какая-то. Я как судья постодавляю, что ваши сексуальные извращения не определяют вас, пока вы не начинаете воплощать их в реальность. А мне вот интересно... желание что-то... Вот, например... Хорошо, еще пример. А... Вот, например... Я не знаю, как это... Скат, скат вспомнил, порно с говном. Вот, если вы дрочите на порно с говном, это одно. Но, если вы ели говно, блядь, ёпта, и размазывали его по себе, это другое, блядь. Тогда вы рэпер, да? Да, да, неплохо, да. Сама приверженность к чему-то не делает вас кем-то. Если вам нравится фильм около футбола, вы не футбольный фанат. Вы футбольный фанат, тогда вы, когда вы пошли и попиздились, блядь, с другими футбольными фанатами, тогда вы им и стали, блядь. А сама идея того, что вам просто это нравится, эстетически как-то привлекает, или вы на это дрочите, не дай бог, типа, она не делает вас адептом этой системы. Мне ещё интересно, да, я просто с точки зрения мужика смотрю, мы же всегда, типа, не откажемся от секса, если нам предлагают. С точки зрения женщины, вот он ей предлагает МЖМ, он же не говорит про кукол, да, и она строго против. Вот какая у неё мотивация? Вот если бы тебе предложила, ну, я, конечно, там, по-честному это может разрушить отношения, да, но в целом, у него девушка. Не, я считаю, что ЖМЖ, это всё возможно только при условии, что у тебя две жены, и у вас существует такая любовь. Ну, или временные, несерьёзные отношения. Любовь равносторонним треугольником. То есть, когда ты уходишь, твои две жены развлекаются друг с другом так же, как они развлекались бы с тобой, не будь другой жены. Тройственный союз, я понимаю. Нет, это не реальный случай. Я говорю про более реальный случай, когда у тебя, ну, не то чтобы отношения, прям, не жена и не постоянная девушка, а так вот, вот она три месяца, и вот она тебе предлагает, а давай третью. Не, это уже, это уже не, у него-то, он-то с девушкой договорился. Так это не куколдерство тогда, если ты просто рандомную бледину ебёшься с каким-то чуваком. Это не куколдерство, опять-таки. Мы же, тут же, тут же весь смысл, что она типа его должна быть, да. Да, да, ты говоришь, что просто рандомную какую-то бабу, да это, это не западло, это наоборот, такой как бы генг-бенг. Да, понятно. Понятно. Ну, только вы так никогда не делаете, а то как Сергей Семёнов сядет, блядь, ёпта, за какую-нибудь Шурыгину, ну, но сама идея прикольная, когда все участники совершеннолетние, им за это платят, и это постановочное видео, так-то да, но вот в реальной жизни никому не советую. Восемь лет можете получить, пиздец, чуваки, никакой генг-бенг восемь лет не стоит. Так, ну и что мы ему посоветуем-то? Ну и что вот он? Вот он считает, что он куколт. Как мы подытожим это? Ну, я не знаю. Что, попробовать ему или что? Настоять на своём? Странный какой-то, блядь, вопрос. Панин должен консультировать, блядь, ёпта. Ну, типа, чувак, я считаю, что если у тебя нет какой-то сексуальной совместимости с женщиной, то рано или поздно это к каким-то проблемам приведёт. То есть, ну, это как вот, у меня было такое, у меня были тёлки, которые были очень, нет, не куколт, конечно, у меня были тёлки, которые были очень красивые, и говорили, типа, я не дам в анал, и я такой, типа, ну, ну, посмотрим. И так иногда получалось, что даже моего пиздобольства не хватало, и они не давали в анал, и я тогда расставался. Ну, то есть, я понимал, что не будет дальше продолжения всяких более, каких-нибудь там БДСМ-сессий, то есть, тебе сам анал не очень-то нужен был, а нужен был, типа, готовность. Ну, понять как бы, на что готовы, если женщина у тебя определилась. У меня очень плохой мозг, я вообще-то вспоминаю про то, как своего сына в жертву приносил Господь, когда Господь потребовал, знаешь, это. Это Исаак и Авраам, при чём тут анал? Ну, я про то, что, ну, жертву, то есть, ты соглашаешься на жертву, чтобы просто показать свою лояльность. Возможно, да, слушай, а ты неплох, я включу это в твою книгу «Как победить на сердцах за любовь». Частично, если следовать логике Константина Кадавра, получается, давай в анал, девочки, вы делаете мужчину чуточку богом, и это его к вам и привязывает. То есть, я до такой трактовки бы никогда не додумался, но видите, поэтому интеллектуал приходит к мудрецу, мы беседуем, на его стороне жизненный опыт и мудрость, а я больше подкован по фактам, блядь, знаешь, ну так и что ты говоришь, а, все, я понял, ты про анал рассказал. Да, 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 ну типа, когда человек проявляет сексуальную закрытость, будь то ваша телочка, или даже если нас смотрят телочки, ваш парень, вот, то есть, это же, тоже сексизм, думать, что только парни хотят, что-то такое, блядь, мы делаем там постановочное изнасилование, будто ты в маске вбегаешь, и ваш парень говорит, нет, я такое никогда делать не буду в жизни, возможно, это приведет к проблемам в дальнейшем, на саму эту идею-то ролевой игры, похуй, ее можно забить, у каждого есть свои границы, пределы, но само несогласие идти на какой-то вот контакт, в этом плане, вот ты опять приведу в пример, есть масса других, а ты приводишь именно такой пример, который изначально опасен, дорогие друзья, если вам ваша девушка, да, не постоянная, не жена, хотя и жена уже в современном мире, особенно где-нибудь за границей, предложила вот сыграть в изнасилование, да, там вы в маске вбегаете, и все остальное, проделывайте это в презервативе, даже если вы обычно ебетесь без него, нет, это понятно, потому что, потому что она пойдет, снимет побои, да, снимет мазок, и все, и вы попадете опять на те же самые 8 лет, вот такая... Так подожди, нет, ну сразу видно, ты не смотришь, я же против таких, какие побои, ты смотрел когда-нибудь Hardcore Gangbang.com, например, или это, да какие побои, уймись, господи, Костя, я что, зверь пошлепывание там, типа привязывание, ну что это за игра такая, что такое скучное-то, Костя, что ты за, что ты за вращение, ты подскакиваешь. Какие побои, что ты, я просто, чувак, если играем, то играем серьезно, я из врат каких, чувак, я из врат, мало поискать, но типа, кулаком по роже, роняешь на пол, пинаешь ей в брюхо, пинаешь в брюхо, потом головой бьешь об зеркало, чтобы зеркало разбилось, игра должна быть серьезной, привязываешь ее к батареи, бьешь качалугой. Я хочу тебе скажу смешную историю, вот ты сейчас понятно прикалываешься, а у нас есть чувак, который снимается, мы его зовем, Джон Леннон, потому что он очень похож на Леннона, и он, короче, типа вот ролевик, фехтовальщик, и он типа, ну прям охуенно запаривается по этой хуйне, и он побеждал на всех хуйнях, пока его не выгнали, а знаешь, за что его выгнали? Вот в этом году, он в финале фехтовал с телкой, которая роллплейла мужика, типа на полном серьезе, а он вот как ты озвучил, считает, что игра должна быть серьезной. Молодь, ну правильно, актер. И он ее отъебенил так, что его забанили на этих ролевых. И он просто такой, я не понимаю, почему. Я тоже не понимаю. А селка там побежала фальшивые справки рисовать, компрессионный перелом позвоночника, какая-то такая хуйня. Но типа, он такой, мы где? Мы стоим в ебаных костюмах, где-то типа ролевой конвент, и она говорит, я мужик, и я не должен ее хуерить, как мужика, что ли, бля, и вот. Но, к счастью, история закончилась хорошо, на следующий конвент он прокрался, украл у какого-то лоха бейдж, и занял какое-то там призовое место, поэтому, Джон, если слышишь, мы за тебя. Я тоже считаю, что если уж ты назвалась мужиком на такой хуйне, как ролевые, вот, ты получишь, как мужик. Как получают мужики. Но все-таки в изнасиловании лучше быть женщиной. Нет, ну это вообще какая-то дича. Знаешь, на ринг вышла такая, знаешь, против меня какая-то Ронда Раузи, да, в восьмиугольник, все согласилось, что мужчина против женщин, да, и я ей поеблищу бью, она такая говорит, ты что, женщин бьешь? И ты такой, как так-то, блядь? Я вот так себе представляю эту ситуацию. Я вообще был в восторге от этой ситуации, типа, если меня слышит кто-то с оргкомитета этого, Зеланта, или как называется, пожалуйста, разбаньте Джона, вы его называете Джулиан, но, блядь, я не настолько прошаренный, и поэтому у нас он в тусовке Джон Ленн, разбаньте Джона. Он ничего плохого не сделал, просто, я не против того, чтобы женщина вышла в следующем году и победила его, и прям отхуярила его так же, как он, вот ту, но, типа, банить его за то, что он роллплеил против мужика по принципам настоящего роллплея, это предательство. Требую разбанить его на всех ролевых турнирах. Она, наверное, играла еще, знаешь, в World of Warcraft какой-нибудь там, тоже под персонажем мужским, потом в голосовом чате писала, что она девушка, и ее никто в ПВП не бил, знаешь, и она думала, что в реальном мире такое сработает, и это в реальном мире тоже срабатывало, пока не встретила. Сработало, но до финала, чувак, до финала-то она дошла, до финала-то она дошла, пока Джулиан не вышел такой. Большинство людей, они на волне вот этих сексуальных домогательств, луистики, они подумали, типа, ну нахуй, типа, я не буду, а телка такая, я смелый воин, типа, я уничтожь тебя, и чуваки просто такие, ну нахуй, и вот в финале просто чувак такой, так ты смелый воин, ну сейчас получишь смелый пизд. За рту! Да, да, такая хуйня. Евгений 37. Вот это, кстати, такая, вот в базовом, таком, в сферическом вакууме, вот этот феминизм радикальный такой, как бы, когда равноправия хочется, а принимать ответственность за какую-то хуйню не хочется, типа, права у нас одинаковые, но плати, блядь, в ресторане ты, права у нас одинаковые, но если я буду притворяться мужиком, то ты меня бей в полсилы, блядь. Ну так да, но сумки мне принеси, но дверь мне придержи, ну ладно, дверь мне придержи, да, да, такая хуйня, но мы при этом, типа, одинаковые, ну, зарплату давай вместе получать одинаковую, блядь, но только, если мы работаем, блядь, блядь, ну это, кстати, вот ключевой вопрос, я же много этого вертисуала посмотрел, когда он с этипедией сцепился, вот вообще вопрос нормативов, это как камень преткновения всей хуйни, вот женщины полицейские и мужчины полицейские, да, вот должны ли они одинаковое количество раз отжиматься по нормативам, по идее, а вот как, должны ли они 100 метровку одинаково быстро бегать, ведь преступника нужно одинаково быстро задержать, но особенности организма разные, но я думал, я думал, что там заранее заниженные такие эти, которые, конечно, мужчина, ну типа вообще хороший, так они и есть заниженные, но вот это как бы идет в разрез со всей идеологией феминизма, что женщинам дают поблажку, заниженные в принципе, нет, не для женщин, а вообще, типа стандарт для мужчин, он тоже довольно заниженный, ну то есть, если я когда смотрел, ты знаешь, да, чувак, будто так много желающих в США пойти в копы, чтобы тебе приделали к значку камеру, и потом, когда какой-нибудь черный полез в карман, ты его застрелил, а оказалось, что он лез за документами, тебя бы полстраны хотел линчевать, там так много желающих, что у них, блядь, прям нормативы, нахуй, епта, заниженные, там вообще, блядь, епта, я думаю, как в фильме полицейская академия. Не понял тебя, что-то твою мысль не уловил нихуя, если мало кто хочет туда идти, значит нормативы должны быть пониже, наоборот? Правильно, но тут в целом есть проблема, причем тут нормативы, это, блядь, тут само наличие разных нормативов для женщин и мужчин, это проблема. Ну, не должно быть, я считаю, что нет. То есть все должны одинаково быстро бегать, и... Да, ну, не быстро, там стандартизировано, не быстро. Ну, вот тогда женщин в полиции будет меньше, и феминистки взбунтуются, и придут к тебе, и к тебе придет мэр. Почему? Тебя в лучшем случае в отставку отправят. Почему? А в худшем отъебут задницу, блядь, дубинкой, нахуй. Почему? Ну, потому, потому что это все как вот... То есть ты хочешь сказать, что лучше не всем снизить нормативы, а лучше разделить и женщинам сделать пониже, да? А если всем снизить нормативы, кто за преступниками-то бегать будет, Костя? Преступник-то убежит. Пули? От снижения. Пули? Ну, так и по стрельбе нормативы снижены. А почему? А стрельба-то тут при чем? Что, и пистолет для этого сложнее держать, что ли? Это вообще хуйня какая-то. Стрельба должна быть полевать. Так а что, бегать, что ли, сложно? Берешь месяц перед сдачей нормативов, бегаешь каждый день, и вот ты уже бегун. Так я тебе и говорю это. Я про это и говорю. Я и говорю, что должны быть одинаковые. Ну, в силу физических способностей. Понимаешь, преступник-то может быть мужчиной, и у него получаются не сниженные нормативы. Он будет бежать как мужчину-полицейский. Как обыски производят женщина-женщина, мужчина-мужчину. Если преступник-женщина, то пускай бежит женщина, а мужчина пусть стоит, блядь, на рации. А если мужчина, тогда пускай бежит. У тебя все патрули будут смешанные, мужчина и женщина. И знаешь, к чему это приведет, Костя? К росту сексуальных домогательств. Экспоненциальному. Блядь. Все у вас не слава богу, а? Договоритесь как-нибудь уже. Да. Ну, у вас в Америке ваш вонючий. Где там, на Западе. Все у вас, блядь, не слава богу. То, значит, то нормативы какие-то, то вместе вас поставишь сексуальные домогательства. Разберитесь уже с собой там как-нибудь. Чем тогда женщина лучше мужчины, спрашивает? И это правильный вопрос. Но на самом деле она лучше тем, что она, безусловно, может контролировать свой процесс секса. За редкими исключениями. Мужчина может только фантазировать о таком, что он... то есть вам в лучшем случае, если вы каких-нибудь грибов обожретесь, привидится, что любая телка, с которой вы хотите заняться сексом, будет хотеть заняться сексом с вами. Но в случае с тёлкой, эта фантазия абсолютная реальность. То есть, если вы думаете, что у вас... О, ну моя баба стрёмная, я изменю ей, она даже похуй, что просекла, она никуда не пойдёт. Ваша баба может выйти из дома и как медуза горгона, блядь, ёпта, бросит без взгляд на любого мужика, практически любого, и он её выебит, блядь. Вот такая у них есть безграничная власть. Тревожный звоночек, 50 рублей. Привет, Костя. Банальнейший предновогодний вопрос. Ты поотвечай на донаты, а я отойду на минутку мудрости. А, ну давай, тогда я отвечу как раз на тот донат, который я тут ждал, и я думал его отложить, но ладно. Евгений 37. Про пробеги авто. Но тут смотри, смотря где люди живут, величина города и куда ездят. Я вот реально проехал за пять с небольшим лет меньше 40 тысяч. Езжу часто, но помалу. До работы всегда было 2-5 километров ехать, но доверять такому же описанию в объявлении я бы не стал. Все наёбывают. Да мне даже не верится в твоё, зачем вообще иметь автомобиль, если до работы 2-5 километров. Это какая-то, бля, хуйня полная. Я пешком ходил, не то, что на велике, пешком бы ходил. 2 километра это вообще ни о чём. У меня до остановки, если здесь автобуса нет, я до остановки иду 2 километра, просто до конечки. И всё. 5 километров до работы, ты что, гонишь что ли? Зачем машину для этого иметь? Ты какая-то дичь. И то, если ездить каждый день на работу, даже 5 километров, 5 туда, 5 обратно, это десятка. Всё равно 40 тысяч очень мало, потому что я езжу раз в 3 дня. Где-то 12 километров туда, 12 обратно примерно. То есть получается ещё меньше, чем у тебя 5 километров 5 дней в неделю. Так что всё равно где-то кто-то врёт. Ты или все остальные, или мы все вместе. Павел К. 400 рублей. Спасибо. Сейчас тревожный звоночек подойдёт. А я, может быть, тоже отойду. У нас есть тут вставочка какая-нибудь. Сам ты вставочка заебал. Ну давай тогда ты разговаривай, я сейчас тоже отойду. Ты что, жрёшь, что ли? Приветствую. Да. Всё, давай разговаривай. Уже пожрать нельзя, охуел совсем. Безумный какой-то чёрт. Приветствую вас на постоянной рубрике диалоги с отребьем. Посмотрим, что там пишут в бесплатном чате. Месте, куда ваш диктатор не суётся. При этом я буду жевать сырок. Почему? Потому что могу. Многие скажут неуважение. Но, при этом я смотрю сейчас на ваши комментарии. Ммм. Какой вкусный сырок. сырок. Всегда теперь буду называть их сырок. Это сырок, брат. как вы стали премьер-министром по блату я друг константина кадавра у нас не было формальных выборов но срок это отсылка на славу нет я правда ем сырок была бы классная отсылка да но она получилась неестественно мне просто нравятся сырки юр мы хотим вас видеть пишет александр клеймулина хорошо я покажу свою вебку если ты покажешь нам свою жопу с расческой внутри и подпиши на левой булки х а на правой по ну чтобы буквой о был твой анус это кстати совет всем тем кто хочет меня соблазнить прям такую татуировку и делайте девчонки кости к тебе тоже относится я же слышу как он кашляет и ходят ну ладно 500 рублей скинули аванский привет видос вышел охуенный мы с тобой спасибо брат спасибо не ешь на ночь я ночное создание я не лягу спать еще долго мне нравится засыпать с утра когда лучи рассвета проникают через окна а что такое бедняки идут на работу всему отребью куда-то надо знаете иногда я просыпаюсь ну там водички попить в это время и думаю как же хорошо мне никуда не надо прекрасно засыпаю как младенец прям как будто я в утробе иногда захожу на двач где в треде есть видос из камер и смотрю как люди идут на работу или на учебу засыпаю еще лучше прям так прекрасно все работают кроме меня я вернулся рад тебя видеть слышать я тоже там не похуй я визуал говно и что так и понятно так можно вот дешевый совет пикапером блять из комментариев что если например ваш телочка говорит что я вижу или я слышу можно понять как не лучше подкатить то есть если она говорит я вижу то без хорошего пресса или лука она на вас внимание не обратит а если она горит я слышу значит нужно побольше лапши на уши повесить опять какая-то школьная доморощенная хуйня что ты несешь вообще это все какие-то прочитаны и в желтой прессе в спиде мысли прочитаны и в желтой прессе блять это от меня совет от души блять какая желтая пресса блять это банально ты же знаешь есть аудиалы визуал и киньи это из-за того что вот ты мне сделал замечание по поводу того что я сказал я вижу а ты сказал что слышу я заметил что я всегда говорю я вижу даже беседника потом вспомнил про все это деление и сделал из этого вывод который может помочь аудитории в общении блять ёпта схуяли блять я какой-то спид-инфо цитирую я спид-инфо только сиськи смотрел статьи в спид-инфо хуже чем в плейбое блять ты ну ка просто это болит запрос годов вар играл конечно на платину прошел брать убил королеву валькирий чё пламя вот это я боссыны ты чё блять охуел что ли я еще не прошел ты чем не спойлата кидая это а это не сюжетом не связано просто по ходу действия там будут тайные комнаты в них валькирии и вот если ты самый конченый задрот ты должен получить броню в муспельхеме не фалхеме и вот выйти на бой с каждой из них и в конце выйдет королевы и пока ты дерешься с каждой ты должен запоминать способности она каждый раз кричит или помечает по особому землю и ты должен определенное действие делать то есть это как бы не кута е где просто нажимаешь а прям реальный кута е блять то есть она улетает и вот в зависимости от того что она кричит ты должен либо перекатываться либо блокировать короче это полный пиздец и меня еще запугали потому что кто-то не помню в семнашке тогда проходил или это и узнали что я прохожу и сказали ну удачи тебе с королевой валькирии будешь ебаться блять целый день и я ебался целый день блять то есть меня возможно сглазили кто-то читал стать кто-то читал статьи в спид-инфо пишет бервари я читал я всегда читал все статьи в спид-инфо блять только одну читал помню про малолетнего сутенера блять и который из за того что до 14 лет нельзя уголовной статье привлечь в москве нанимали малолеток чтобы они шлюхами занимались может еще кто-то музыку в порно слушает не музыку в порно я не слышу так сейчас я еще выбираю без музыки кстати да без музыки выбираю порно уже с музыкой это художественный порно но уже сто лет назад хардкорная порно и аматорская вошла в порну в моду блять порно моду смотреть порно с музыкой это удел эстетов блять каких то есть всякие мета-арты конечно я просто да и кс-арты начал прям для да все ты уже заканчивай это не настолько интересная тема что так долго не распрягаться я буду фор начал играть от некие платья не буду просто для удовольствия играю но это понятно почему игра года только непонятно почему так рядом списке в списке с ней стоит red dead redemption блять обосранный рядом с году фором и человеком пауком такая хуйня стоит как rdr 2 я не понимаю вот пока еще не получил стол я хочу себе немецкий или итальянский они очень дорого стоят все ясно с тобой тревожный звоночек 50 рублей привет костя банальнейший предновогодний вопрос что готовить покупать есть пить будете в праздник я буду не готовить будем самый стандартный причем еще уменьшаем дозу мы каждый год уменьшаем потому что все не успеваем доесть будет стандартная шуба оливье и будет утка по-пекински по моему у меня каждый год все меньше друзей приезжает на новый год потому что я тоже как и ты у меня все супер стандартно ничего не никакого хаоса блять или то блять трапа у меня дом не только новогодние советские комедии только оливье щечка всякие такие вот я хотел спросить ты как праздновать собираешься в смысле в одиночку в кругу друзей куда-то поедешь сам ну знаешь учитывая что приезжать все меньше не исключено что в одиночку но все-таки на что-то надеюсь обычно шумная туса бывает а ты вообще к родителям ездишь ну скорее родители ко мне а родители ездят тебе до приезжают я-то блять как-то это слишком известен чтобы перемещаться по этими транспортом да нет я не слишком известен я слишком ленив я вообще никуда не хочу ездить хочу как дерево вот фоллауте был какой-то персонаж который было в 1 2 3 частях вот он у него поселилась дерево в башке он стал деревом и пророс и вокруг него образовалась деревня почитателей блять вот я бы стал таким деревом или как этот как это третий глаз то как его зовут табли я забыл самого младшего из игры престолов тоже в дерево теперь блять в лес или не точно в лес да ранее да он калека ебаный то какая разница если он в дерево в росту коллег а не коллег пишет мой стол пополнится молочной смесью нет не пополнится потому что жена кормит грудью поэтому у нас нет вообще никакой еды для ребенка и не предусмотрено это никаким образом молочная смесь смешно есть пить быть в праздник а что есть будешь пить в праздник у тебя чуя назвал свой список блюд ну помимо оливье что ты вообще там предпочит может это блять заказная пицца все что ты назвал кроме ну какая же пицца новый год все что назвал кроме селедки под шубой вот блять селедку под шубой как вообще не переваривают такой уебанский салат чем больше это туба тем еще он более уебанский айтем уж как ты просто нужно разделять крутые салаты и отстойный салат крабовый например оливье и блять вот бедные салаты которые придумывали исходя из того что ну ингредиенты должны быть дешевым типу не грета блять кому вообще нравится винегрет ахуешь акробовый салат не из того же раздела блять который крабовые палочки никакого отношения к рабам не имеющие блять неважно там кукурузка огурчики хуйня я крабовый салат ненавижу носу поэтому нет на столе это ты петух а кто будет все это готовить ёптать ты будешь заказывать из ресторации конечно из самых лучших блять нужно просто заказ всем кстати лайфхак если вы надеетесь что-то заказать и не получить это блять 1 января до ночи заказы нужно заранее оформлять блять уже сейчас вы должны выбрать что будет на новый год выбрать ресторан ну я конечно вас переоцениваю выбрать рыгаловку которую вы можете себе позволить отребить сделать не потому что 31 ни за какие деньги возможно вам не продадут то что оливье а даже блять головы рыбьи не продадут а там нет такого не больше типа ты вот и когда заказываешь тебя на какое-то время привезут они не могут тебя там отложить ой мы не успели там тебя попрокинуть например так поверь мне если заранее заказывает привезут все как надо блять да ну и смотря где заказывать я не заказываю в рыгаловках все понятно тебе прям нравится это слово второй раз его повторяешь тян 50 рублей здравствуй костя пишет хуй страдательница я очень здравствуй костя новый год назови стрим здравствуй костя новый год под новый год это же блять как название русского фильма какой-то хуйня полная твой постмодерн здравствуй кости лайк за здравствуй кости новый год здравствуй кости пишет хуй страдательница я очень стеснительная 18 лет познакомилась в клубе с одногруппником в клубе с одногруппником познакомилась? Ну, она же стеснительная, Костя. Что тебя смущает? Почему? Ну, ладно. Очень мне нравится. Естественно, выпили, разговорились, он меня поцеловал. Пригласил в кино и хотел снова поцеловать, но я отвернулась, так как не умею и очень стесняюсь. Теперь он не пишет мне. Ну да, логично. Ты оскорбила его достоинства. Что это? Ты зачем в клуб приходишь? Чтобы один раз поцеловаться и не поцеловаться второй? Уж ладно бы, если ты сказал, он полез мне в трусы, я руку его вы... Второй раз поцеловаться. Недотрога ебаная. Такие хуй знает, кого возбуждают. Насильников только. Ну, ведь что ты ей посоветуешь? Теперь. Я вообще не знаю, честно говоря. Блядь, не знаю. Проще относиться. Ну, в 2018 году играть недотрогу такой себе вариантик-то, мне кажется. Не, ну, может быть, конечно... Ты сказал в 12-м? В 18-м. Ты сказал в 2018-й год. Хотя, в принципе, нет. Если с самого начала за это топить, то можно, а то непонятно. Ну, нужно понимать, что мораль, которую вам, наверное... Или даже вот какие-то старшие друзья, она мораль устаревает с каждым годом. Сейчас такое происходит. Вы охуеете, блядь, ёпта. То есть, безнравственность плодится, и вы должны соответствовать этой безнравственности, если хотите быть на рынке. Вот, Бервария тоже поражается тому же, чему и я поразился. Видеться каждый день с одногруппником, а познакомиться в клубе. Да это всё поебенье. Она же сказала, что я стеснительная. Ну, просто это как... Эдди Мерфи помнится у него то ли в 80-х годах, то ли, блядь, в каких был монолог на тему того... Я не понимаю телок, которые не сосут хуй, блядь, в две... Не в 2000, а в этом, блядь, восьмидеся... Ну, не помню, какой год был. Типа, на дворе... На дворе 80-й, на что вы рассчитываете, блядь? Так вот, с тех времён всё уже изменилось. Тут уже даже не сосать хуй надо, а прям полностью, соответственно, безнравственности этой эпохи, поэтому... Недотроги, действительно. Так нет, я не против недотрог, но она же играет-то непонятно, потому что она сначала-то поцеловалась, а от второго поцелуя отказалась. Это просто непредсказуемость. Это абсолютно предсказуемо. Это в любом американском... Конец первого акта. Сексуальный красавец целует библиотекарушу, она пугается своих чувств и убегает с балла, блядь. Ну, я что-нибудь такой, чувак. Убегает с балла. Ты пропустил букву. Сэбала. Да, с поебала. Убегает с ебала. Так. Да, это... Жизнь не голливудская сказка, милочка. Если тебе этот парень так нравился, нужно было ему хватать его за хуй и держаться за них, блядь, и отгонять от этого х**а всех сучку вообще, который ближе... Вон Мария Н. пишет. Пора уже не сосать х**, а целиком мужика проглатывать на первом свидании. Так. Николай Оленик, 600 рублей. Как относишься к Екатерине Шульман? Я посмотрел до этого, кто такая Екатерина Шульман, это какая-то политический обозреватель, никак не отношусь. А я не знаю, кто это. Да просто какой-то политический обозреватель. Я не знаю, почему вообще об этом вопрос. Ну, спасибо за 600 рублей. Наверное, нам... Предполагаю, что нам пишет Екатерина Шульман. Нет, Николай. Екатерина, правила для всех женщин одинаковые. Пишите на сиськах. Хованский канал. Вы думаете, если вы политический обозреватель, то вы можете вот так вот прийти, да, на интернет-трансляцию. И без сисек что-то требовать? Без сисек что-то от нас требовать? За донат можем сказать спасибо большое. От души, блядь. Но... Что это за... С чего это вы решили, что... То, что вы... От вас, значит, требуется меньше, чем просто от какой-нибудь тупой пиздищи, которая хочет услышать от нас слова одобрения. По... сиськи. Ну и Костя такой, да-да-да-да-ярские прямо, типа, люблю такие. Или что-что там в деревне у вас... Как говорят... Врачом, блядь. Да я не знаю, давно в деревне не был. То-то-то вы думаете, на вас какие-то другие правила работают? Да что мы будем... Бидоны, бидоны, бидоны. Что мы будем на полном серьезе обсуждать какой-то контент. Возмутили. За 600-то рублей. За 6 тысяч бы посмотрели, а за 600-то такое. Ольга Вилсон, 200 рублей. На начало подкаста. Спасибо. Мэри Уинн. Костя, как тебе идея с новогодним огоньком от Яндекса? Помнится, все ютуберы говорили, что надоел этот шлак по телеку и было бы неплохо что-то сделать молодежное. Холидей Санта. Я думаю, что новогодний огонек от Яндекса будет таким же порожняком, как абсолютно полностью все, что идет по телеку и везде. Нужно менять полностью формат. А я добавлю единственный крутой голубой огонек. Это мой голубой огонек, который выходил, где я постмодерного обосрал саму идею голубого огонька. Там был Стреколовский, Игорь Линк, Кузьма. Обязательно ищите на моем канале голубой огонек. Вот это было очень смешно. Да, это мы поняли. Хованский лучший юморист. Фиаско. Так, ну и вот, я не закончил свою мысль. Я к тому, что если вы поменяете всех звезд на втором канале, там, Басковых и всяких, Лолиту Милявскую, на молодежных, Гречку, Монеточку и все остальное, это все равно останется таким же хуевым говношоу. Не потому, что они плохо поют или плохие звезды, а потому, что сам формат вот фантастически устарел и он, блядь, никому не нужен. Это скукотища и ебанная. Так ты, я тебе то же самое говорил, а ты мне говорил, погоди, итоги подведения, блядь. Это же то же самое. Всем, молодежь, аж ты пиздила это. Нет, я не спорил с этим. Я сказал, что мне интересно подведение итогов и все. Я старпер, мне интересно, в чем проблема, блядь. Я же не спорил с этим утверждением. Ты что? Ну вот, старперам понравится и у Урганта голубой огонек, и у Яндекса, блядь, вот реально старпер. Вот, а так оно, не, подожди, а Яндекс-то, они типа рассчитывают на молодежь, это тупо. Молодежь все равно эту хуйню смотреть не будет. Будет у них там молодежь лет за 30, блядь. Да, которая в одноклассниках сидит, вот эта молодежь будет, которая, блядь, классы ставит. Да, это как, знаешь, пытаться поймать рыбу, блядь, силками, нахуй, для птиц, блядь, или, я не знаю, или птиц с крючком, блядь, рыболовным. Типа, вы, вы, ребят, вы думаете, что вы делаете? Все это, все это поколение идет в контру, в протест со всем, что нравится их родителям, блядь. И вы, новогодняя тема, ой, пародии на Оливье, подведение итогов, пародия на обращение президента, блядь. Ой, ну, конечно, этим можно подкупить. Да молодежь 31-го числа жрет какой-нибудь насвай, блядь, и валяется в снегу, нахуй, в подворотнях, блядь. Слушает фараона, блядь, с колонки, блядь, от доктора Дре, блядь, этой битс, нахуй, блядь, которую ей в подарок дали с радиоактивными наушниками, блядь. Вот что делает молодежь. А вы хотите... Ой, блядь, всегда хотел посмотреть голубой огонек, но только не со стопиздевшими еблами. Да кому, нахуй, это... Я вообще решил на это... Я принял решение без жены. Это волевое. Что мы будем новогоднюю эту смотреть. Фильм вышел, наконец-то. Мы в прошлом году искали, чтобы такое рождественское посмотреть, чтобы не говно. Вышел фильм и... Полицейские срублевки! Ты что, гонишь, что ли? Нет, вышел с... Не Расселом Кроу, а с Куртом Расселом. Рождественские хроники. Говорят, хороший семейный фильм. Вот мы намереваемся его посмотреть. Я его уже купил в лицензионном... В лицензионном магазине блю-рей-дисков. У него оценка хорошая, 8. Пишут, добрая такая... Рождественская сказка. А не лучше ли посмотреть, Иван Васильевич меняет проявление? Да он и так по телеку будет и в первого, и в второго. Я имею в виду в саму вот эту ночь, чтобы не смотреть вот эти еблые. А не лучше ли посмотреть вот прямо с паузами на туалет, со всей хуйней, блядь, в каком-нибудь ремастере нормальном, блядь? Не, мы на ремастере, у меня есть блю-рей-диск, жена эта, она не поклонник, она любит «Москва слезам не верит», и я купил блю-рей, прям блю-рей без хуйней. Это не новогодний фильм, нихуя. Ну, это не новогодний. А что, Иван Васильевич мне трофейсию схуяли, новогодний, там тоже про Новый год не слово. Новогодний, конечно. Там нет ничего нового. А я вспомнил, что в году, по-моему, 95-96, короче, на Новый год, чётко помню, по Первому каналу, блядь, вместо вот этих вот всех педерач, ну, потому что «Голубой конёк» на самом деле шёл до Нового года, а потом, короче, две части «Чернокнижника». Вот это были, блядь, золотые времена. Просто, блядь, вы праздновали Новый год, Чернокнижник, это где была Ашка, которая вот так вот руками удела. Я нихуя не помню. Я помню, что это вообще-то, типа, ужас. И, типа, знаешь, новогоднее настроение, обращение президента, и после него хуяк и Чернокнижник, блядь, ебать в рот по Первому каналу. Вот это было модерно. Бля, я не помню, как сериал назывался, блядь, те чуваки руками друг об друга, как стрейт-эйджеры, дёргали, и потом стреляли при помощи суперкостюмов, блядь. Пока были всякие альтернативные шоу, типа «Не голубой» на ТВ-6, а мне было 15, 16, 19 лет, хотел смотреть их. Чародей пишет, нет, это отбой, это не Чернокнижник, это Чародей, блядь, ебка, все. Вот, пишут, что Иван Васильевич, Иван Васильевич надоевшие фильмы, я соглашусь, часть фильмов-то полностью надоела. Подожди, подожди, мне пишут, нихуя Ерец вспомнил Ашку, ну признайтесь, кто-нибудь-то пипку свою дергал на Ашку, кроме меня? Такая все-таки была тогда-то это, бля. Она еще такая злая была, бля, не хотела досадить как следует, а? Не знаю, о чем я не видел фильм Чародей. Это сериал был, да. Это отечественный вы имеете в виду, что ли? Нет, отечественный сериал, там не на кого дрочить. Ну ты советский фильм имеешь в виду Чародеи, нет? Нет, там точно дрочить не на кого, братан, блядь. Это сериал был, там была баба, блядь, главная злодейка, по-моему, которая черкала. Там вообще всем миром правили чародеи, и все их чародействие заключалось в том, что у них были костюмы, которые черкали руками, и из них можно было стрелять хуйню. Вот такие мы смотрели сериалы, дети! Вот такие! Вот это рыжая женщина? Я сейчас смотрю на пивашку. Это рыжая такая? Да, да, да. Какая-то она стрёмная, ёба-боба. Блядь, чувак, ну а тогда порнухи-то у меня не было, и баба не было. Я был только сериал Чародей, но еще не было понимания, блядь, как пипку-то дрочить, но все-таки... Вот это она стрёмная, ёба-блядь. Вон, ацепишь, фу, бляшка-то мерзотная. Блядь, а ты кого ожидал там увидеть? Женя Франецкий? Нет, я ожидал, ну, какие-нибудь там из детства гости из будущего какая-нибудь. Чувак, единственные красивые баба... Ну, ты вообще дичь дрочить на... Ты на советских девочек вот этих вот... Чувак, я уж лучше бы, блядь, выебал Ашку, блядь, чем... Реально гости из будущего? Алиса, которая милофон... Ты мне омерзителен, Канавр. Почему? Ты хотел её выебать. Ну, в детстве, когда я был её возрастом. Блядь, чувак, это в сто раз, блядь, стремней, стремней, чем Машка. Ты хотел выебать советское беззлобное, безвинное... Я хотел выебать охуевшую старую стерву, которая, блядь, типа... Вот я бы тебе показал своим хуйком маленьким, блядь... Ну, тогда ещё маленьким. Сами понимаете, мне сколько было? Шесть лет, блядь, пять. Типа, я бы тебя отхуярил, блядь, прям вообще во все твои дырочки. И ты трахнул бы Алису, чувак. Господи! Животное, Канавр. Зену вот пишут, но Зена лесбиянка. Ну да, и она сразу читала, что она лесбуха конченная, блядь. Да, и я... Мне почему-то тоже сразу её увидел, я понял, что у меня даже нет шансов, блядь, ёпта, в моей выдуманной вселенной с ней замутить. Скорее, она тебя с тропоном там, или... Скажем так, она скачет на коне без седла. Эфесом меча тебя же ещё и это... Да-да-да-да-да, и эфес меча у неё слишком большой для просто эфеса меча. Да, есть такое. Меч обычный, а эфес от двуручного. Блядь, ребята, так много людей дрочили на Зену, вот вы, наверное, до сих пор лесбух выкупать не умеете. А как вы? Вы так, наверное... Блин, я не понимаю, почему, типа, тёлка, которой я подкатываю, целуется со всеми в школе девчонками, а со мной целоваться не хочет, просто в кино ходит и родителям показывает. Ну, чуваки, чините детектор, блядь, вся хуйня. А чё ещё-то... А вот смотри, кстати, насчёт 45 килограмм, ты помнишь, там из будущего приходила такая космическая женщина худющая? Тебе она, наверное, нравилась. Не помню. Не помнишь? Ну, чувак, ебать, я... О чём ты говоришь, блядь, ёпта, как я могу... Это ж... Ну, пересмотрю, блядь, вспомню. Кстати, в 16 лет реально сложно же было достать порно. Не то, что сейчас интернет полный изобили. Вот, вот я щас, вот я щас, короче, блядь, вот вы мне напиздели, вот я открыл аж к чародеи, и ты мне правда говоришь, что она стрёмная? Да, я сейчас посмотрел, она вроде наебать. Она, вот я, я кидаю щас в чат, блядь, меня забанили, ну охуеть, блядь, кадавр, нахуй. Кто тебе забанил-то? Да меня твой бот ебаный забанил за ссылку. Давай я тебе, вот, я тебе скину эту ссылку в скайпе. Дискорд. Вот, вот, вот ты её, нет, в Дискорде у меня вся гильдия получит эту ссылку, блядь, начнут дрочить на неё, успокойтесь, дай людям покачаться. Вот эту ссылку скинь в чат, и скажите мне, что это стрёмная баба. Я тебе говорю, та стрёмная баба, блядь. Да на тебя похуй, нет, на тебя похуй, ты скинь, потому что ты так выстрел, как будто я на старух. На старуху пятидесятилетнюю, блядь, дрочил. Нет, нет, этот человек смеётся над моей Сарой Сильверман. Что с тобой не так, блядь? Ты видел? Это в то раз... Блядь, какая милфа из хардкор-порно? Что вы несёте? Вы видели, блядь, милфа из хардкор-порно? Чё, какие вопросы, блядь, кашки, нахуй? Ну, всё, короче, вы какашки, блядь, нахуй, никакой вам ах... Такой вот вам от меня прекал. Ой, так... Выглядит на пятьдесят, Мария Энн, могу поспорить, ты выглядишь на пля... Пошли меня нахуй, вы напугали. Блядь, отправлюсь в прошлое и трахну Ашку, блядь, когда она... Она черканёт, а мой хуец... А-ху-ху-ху-ху... Своими супер-руками В волшебном костюме А потом я ее оттрахаю так, что она не сможет Стоять в постели и заберу супер-костюмы Вернусь в настоящее И отхуярю вас всех за то, что вы такие Блядь тупые Максим Шкляров пишет Но Сара Сильверман еще хуже в миллион раз Я тебя сейчас бан въебу, блядь, за это, пидор Блядь, я не шучу На нахуй бан Я бы за Ашку въебал, блядь Охуяки, чуваки, это Кстати, она один в один Телка из двойного удара, на которую Я тоже дрочил, которая блондинку Допрашивала, блядь, возможно у меня Кстати, вот из этих боевиков, вот короче, да Даже эти выжили всякие Нико и все остальные Жан-код Ван Даммы А телки их куда-то, блядь, вот вообще Все прошли мимо, вот из Ника Помнишь, которая, когда на На лодке же было, она из Тартата Выскакивала с сиськами, симпотная же баба Где она? Блядь, а может Ты еще и телок Джеймса Бонда вспомнишь Да, вот, да, например Вспомню, блядь, вот эту Чувак, раньше, кинематограф Кинематограф был сексистским А теперь нет, теперь телкам дают Полноценные роли, и они еще Пиздят, блядь, обязательно Этот, из Терминатора, которая из предыдущей части Была Мун Бладгуд Когда, я помню, я пущу киноман, блядь Так много в рекламе ее показывали Смотрите, какая она, типа, ямайско-азиатская Женщина, красивая, сочная, блядь Рекламировали, рекламировали Фильм провалился, и все И больше этой Мун Бладгуд Я в этом плане встану на Сторону Джеймса Кемерона Единственная сильная женщина Последняя в кинематографе Это не чудо-женщина, ни кера Это Сара Коннор Вот она психованная, ебнутая Готовая защищать своего ребенка Да, мы же не про сильных говорили Нахуй насильная-то нужна, блядь Я нех... Сильная, чтоб меня выебало Так, ну вот, теперь их по-другому Пока... Теперь все изменилось, чувак Я тебе говорю, раньше телки были Как просто, вот Вот лучший пример Это то, что ты привел Триптизерша, которая вылезала из торта Чувак, ты можешь себе представить сейчас Чтоб какую-нибудь актрисе, блядь Защитница прав женщин Дали роль стриптизерша, которая из торта При нынешних обстоятельствах Вот раньше было так А теперь, я тебе говорю, все эдак Что это? Вывод-то какой? Я не понял нихуя Что за посыл-то какой? А теперь эдак Вывод я не могу сделать, простите Это уже не экономика Я тут... Вывод делайте сами Все эти хуйни Это странная хуйня Потому что они же знают, да Что там, типа, к фильмам привлекают Красивые телки То есть они берут все равно Красивых телок в кино Там, типа, Галь Гадо Там, Скарлетт Йоханссон Да, вот это все Они же рассчитывают Ой, мне прям так забавляет Что тебя привлекают Нативные еврейки Из всех актрис Добавить сюда еще Сару Синверман Ты прям Весь твой вкус Можно описать Буквально парой Предложений Скажем так Суть не в этом Суть в том, что Выбирают актрис По красоте То есть Теперь уже Сиски не показывают Никак, ты говоришь Не заставляют их Играть стриптизерш Они, типа, серьезные персонажи Но берут их Все равно За симпатичную мордашку А не за то, как они играют Не за то, какой у них Волевой подбородок Или еще что-то в этом роде Никто все равно не берет Страхолюдин Типа Линды Гамильтон А Эми Шумер Ну и нахуй она кому нужна Ну, она вообще-то Во-первых А во-вторых Она в своей нише Она в комедиях играет И она играет в своих комедиях Потому что она комедиантка Ее никто не берет В виде мстителя Ее никто не берет Как любовный интерес Какого-то персонажа главного Там, я не знаю Этого Джерарда Баттлера Или Рассела Кроу В детском обществе Настанет критический спрос На персонажа Жруху Смешную женщину И маркетологи Это уловят Фокус-группы Опишут, что мстителям Не помешает Жруха Веселая Они возьмут 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 Именно все, что возьмут И будет все прекрасно Но Главным романтическим интересом Все равно будет Скарлетт Йоханссон Понимаешь? То есть она будет персонажем Она будет сестрой А вот чтобы было Сексуальным интересом Чтобы мы себя Ассоциировали с главным героем И хотели трахнуть Все равно будут Использовать Скарлетт Йоханссон А ты от сумы И от тюрьмы Не зарекайся Может вот Настанет настолько Как бы жесткий прессинг Что и будет главным персонажем И вообще Все мстители Пизды от нее получат Потому что она будет Как вот в Южном парке Была это Стронгли Вумен Или как Стронг Вумен Сильная женщина Типа она Дай бог нам не дожить До этого периода В кинематографе Нахуй тогда он нужен Будет этот кинематограф Будут тогда смотреть Порно и все Вот порно Оно как бы Понимаешь Оно честное 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 Видишь Одновременно сказали Да Нет Причем оно же не отрицает Да разные вкусовые предпочтения Есть и про жиру И про старух Есть И про выглядящих Как дети Да ну то есть Это конечно читерство Но тем не менее Да тем не менее Ну я хочу сказать это честное читерство, я считаю. Это как такое, не мабхака, а просто мод на быстрое перемещение между миникартой. Это понятно. Тоже так же, как и японская порнуха, они там все ведут себя как дети, но при этом они же очень любят там вот в аниме, как досусястые, жопастые, прям такие, блядь. Это мерзко, я поэтому не смотрю, что азиатское порно, они вот просто хуй какой-то суют, а они бежат так, будто их убивают. Согласен с тобой, полностью, вот тут на 146 процентов. Я вот тоже этого, блядь, плачут и все время, блядь, какая-то хуйня полная. Я считаю детей самой асексуальной вещью вообще, которая существует, без обид, Костя, недавно ты завел, но все-таки, типа вот самый лучший... Это хорошая шутка. Разрушить вот именно такой посткаэтальный баланс, это представить, что рядом подойдет и начнет реветь ребенок, блядь. Это прям самое так... Блядь и... Порно в этом плане, конечно, самое честное, нахуй все. Кроме порно. Не, ну американизированные японки, вот всякие азиатки, ну понятно, они скорее просто американские порно-актрисы с азиатскими лицами. Это да, хорошо там. Как это... Но это у них какая-то традиция. Какая-то есть, это как-то Акива или Акава такая прям... Такая... Ну ладно, хуй с ней. Ты мне свое аниме тут не пересказывай, блядь, ёпта. Это что, она... Из Наруто, блядь? Нет, ты меня путаешь. Как тебе Мила Йовович, спрашивают? Не, в то время, когда вычисла обитель зла, я уже не дрочил на ашку, скажем так, блядь. Мила Йовович такая, ну... Да, она прикольная. Я бы... Ладно, я бы... И Милу Йовович, и Милу Кунис. Не знаю почему. Они прикольные. А мне Мила Кунис мне не нравится. Нет, вообще что-то не очень. Эмма Стол... А ты ее видел в Черном Лебеде? Да. Да, нет. Не видел, блядь. Но ты... Подожди, нет, я видел. Но ты же понимаешь, что в Черном Лебеде кого бы я трахнул. Мои еврейские... А-а-а-а! Ну, о чем тут разговор? Там же есть гораздо лучше евреечки, понимаешь? Ты же... О чем тут можно быть речи? Я понял тебя. Ты что, дурачок, что ли? Вот. Кирстен Данст. Мне нравится очень. Я не помню, как она выглядит. Напомню, кого она играла. Вообще вот... Женщина первого Человека-паука. Тоби Магуайра. Господи, чувак. Да она и тогда старухой была, блядь. Ну, она у нее такая своеобразная внешность, но мне нравится. Да, 40-летняя. Ну, да. Ну, она всегда 40-летняя. Она в 16 лет была 40-летней, когда в «Девственница» в самоубийцах играла. И сейчас она... Ну, да, еще это прикольно. Это прикольно, что ли? Мы же с тобой тут обсуждаем... Все понятно. Каждый день в зеркале видишь и ничего. А я не смотрю туда, я смотрю в раковину, да, зуб чищу. Так, идем дальше. Зачем? Чего я там не видел? Говорил Хованскому про свою жену и сердца за любовь. А, нет, не говорил, он, наверное, не слышал. У меня жена наткнулась на ваше шоу, это «Сердца за любовь». И ей понравилось. И она сказала, что ты смешной. Еще было. И я был дико удивлен, просто дико удивлен и поражен. И задумался над тем, ту ли я женщину выбрал. Нет, ну... А? Она до этого тебя не видела. Она не считала. Нет, она до этого тебя не видела, она просто знала, что ты существуешь, но не видела. А тут она посмотрела шоу и давай смеется. А я впервые, почему она смотрит, Ютуб всяких стендаперов и прочее, ну, улыбается, улыбается. Вот так, вот так, через сердца за любовь я получу влияние на всех вас через ваших жен. Вот, я только подхожу... Вам самим всем на меня похуй, но когда в следующей серии я скажу, что я не буду выпускать новые реакции, пока Костя Кадавр не перестанет меня скипать на стримах, блядь, и не отвечать на телефон. И мы посмотрим, что тебе твоя жена устроит. Это рычаги воздействия. Вот, и она прям смеялась над вашими шутками, то, как вы обсуждаете эти сердца за любовь. Я ей обязательно передам привет, чтобы она подсела на эту наркоту, знаешь, типа, что... Но я не знаю, насколько она подписана и насколько она свежая смотрит, но она... О, поверь мне, посмотрев одну реакцию на сердца за любовь, все смотрят все реакции сердца за любовь. Это не мои ролики, это ролики Юлика, поэтому... Что-то он такое делает волшебное. Николай Олейник, 600 рублей. Сколько весит килограмм помидоров, если козыри пики? Ответ... Вопрос на креативность мышления. Смотри, правильный ответ. Пошел нахуй, черт ебаный. Ну, а его ответ, ответ от автора. Нахуй мне холодильник, если я не курю. Да, это старый советский анекдот, он звучит именно так, блядь, и его рассказывают полные его ебаны. Правильный ответ, пошел ты нахуй, пидор. Пацан, девятый класс. Здорово, Костя, я на прошлом или позапрошлом стриме писал про то, что меня старшеклассники прессовали и чем мне делать. Я просто уснул, не услышал ответа. После праздников придется драться с ними. Я придумал уже, ебану перцовкой и с локтя в нос. Надеюсь, не зарежут. Пожелаю удачи. Их три кабана, а я один. Надеюсь, они этого не слышат, дебил. Потому что я бы на твоем месте за эти три дня почитал Сунь Цзи и попробовал помириться с превосходящей тебя силой, блядь. Иначе ты будешь, как Хованский, один против всех. Все против тебя будут Соболев, Клик-Клак, все. Все вокруг. И ты будешь сидеть на стриме с Константином Кадавром в Петушатне, как мы ее называем, блядь. Пошел ты, это не Петушатне. Все блогеры называют твой стрим Петушатней, братан. Ты не знал? Нет. Все мои друзья. Я на самом деле бы не стал ему отвечать, потому что если он тот пропустил ответ, он и этот пропустил три часа назад был. У тебя ползвука пропало. У тебя тоже, кстати, пропадает через раз. А все хорошо, я наушники провертел. А я тебя в это время на хую провертел. Так вот, я не отвечаю на вопрос, все равно он три часа назад задал. А я как Димас-то надел наушники, закрыв глаза, и поэтому все это не считается. Все ясно. Николай, почему вы форсируете Петушатней и слово петух? Я его не использовал вообще в своих стримах. Два раза там чуть-чуть поиспользовал, все до сих пор начинают всех друг друга называть петухами и все остальное. Чувак, ты дурак, что ли, никто не называет твой стрим, я это выдумал, только что, чтобы тебя позлить, ты ебанутый, кто, по-твоему, называет твой стрим Петушатней, кроме меня, блядь. Вот я и говорил, ты понимаешь, ты предложил это слово. Я ничего не форсирую. Ты же не сказал свинарник, я понимаю, но ты же не сказал свинарник или коровник, вон написали коровник. И все также, знаешь, вот хотят оскорбить, не пишут, что я жирная свинья, а пишут петух там что-нибудь. Почему это слово использует? Я же даже не этот. Оно веселое, знаешь, вот в нем есть что-то веселое, когда говорят просто петух, уже весело, блядь, ебта. Оно веселое, поэтому я думаю, чисто для рофлов оно лучше подходит. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, всякая такая хуйня. Николай Олейник. О, странно, он до этого авторизовано донатил, теперь не авторизовано. Стоит ли менять фамилию на Олейников? Хоть в целом мне все равно, но все же, хотелось бы мудрости. С Олейник на Олейников. Ну если ты частично похож на Илью Олейникова, то да. Я вообще не знаю, в чем смысл. Ну и типа, может быть, люди в какой-нибудь очереди или там в паспортном контроле скажут, Олейников, вы сын того самого? Он такой, да, и типа его без очереди куда-нибудь привезут. Ой, ну тогда лучше на Путин поменяй, я не знаю. Бля, ну не, в этот профил никто не поверит, бля. Ну какой-нибудь, ну не знаю, пореалистичней там. Какие у нас есть? Не такие. Михалков. Да, ну Михалков-Медведев сильно распространен. Она такая, чтобы вроде бы отсылочка, но не прямая, понимаешь? Ну а Олейникова зато все любят. Да? Жириновский, например. Мало ли, мало ли. И фамилия не часто встречающаяся, не случайно. Явно не... Нет, Жириновского не все любят. Если б я работал где-то и нарвался на Жириновского, я бы только так был рад его на бутылку посадить. Понятно. Дмитрий Ситников, 100 рублей. Начнем с... Так, это было 3 часа назад. Гетерохуенюхпиздогрыз. Зынабр... Блядь. Блядь. Он не в том порядке пишет свои донаты, а не у него в нескольких этих. Еще и, блядь, хуй пройдет. А, нет. Величайший мудрец Константин. Существующая функция простыня текста. Вот я, кстати, говорил про то, что простыню текста кидать, что я не буду читать больше донаты, раскиданные по нескольку частей, потому что это тупо. Вот. И, кстати, напоминаю, дорогие слушатели, я заранее напоминаю, что... Но помогать тупым не тупо. С нового года я буду набирать сумму с нуля, не с минус тысячи, а с нуля, чтобы... А что за хуйня? Не, ну она минус тысяча, все равно потом я тысячу прибавляю, она просто визуально была. А так будет, я все равно потом добавляю, все равно она идет как плюс тысяча. А зачем добавлять? Я думал всегда по-честному все, а у тебя тут спортлаток какой-то. То есть ты хочешь сказать, что с минус тысячу это просто вообще в никуда идет, да, ты хотел сказать? Карман тебе на создание хорошего настроения, я думал так. Да, вот, ребята, сейчас мне премьер-министр тут насоветует, блядь, и вы охуеете. Вы еще лишнюю тысячу будете набирать. Так, ааааа, ну давай-ка мы... ...мьер-министр, но я все-таки не либерал какой-то, блядь. Ёпта, я консерватор, в этом плане-то да. Как-то, что... Но если уж заводить шарманку, то заводить. Но, с другой стороны, вот ты в прошлый раз на паузу поставил и ушел какой-то хуйней заниматься. Вот это вот неправильно. Права должны соблюдаться. Но и деньги тоже нужно собирать. Как это? На что бюджет будет... ...существовать вообще? Как будет оборонка наша функционировать? Наша социальная система, соцзащита, как? Ты еще должна уходить в никуда, по-моему. Вот, видите как. Я-то с тобой полностью согласен. Величайший мудрец Константин. В один донат этот не запихнуть, так что придется разложить его на несколько. Блядь, он на это потратил один донат. Итак, многоуважаемый великий вождь Красное Очко. Пишу вам с целью просвещения меня по одному вопросу. Константин, начну я с того, что я вроде не гей. Даже грыз курагу. Удивительно. Но девушке не понравилось. Что такое грыз курагу? Я не понимаю. Курага... Кунилингус? Да-да-да. Курага это... Блядь, грыз курагу. Курага это в нашем сленге. Это мохнатка. Пусть твой донат забирает кадавр, но грыз курагу я беру себе в сериале использую. Блядь, мне очень понравилось. Типа, что ты курагу, ты грыз чупа ебаный. Ну или что-нибудь такое. Блядь, я кураг... Я... Чувак, мне, блядь, 29 лет исполняется, я никогда в жизни не слышал обозначение его. Потому что слово курага я придумал называть пизду курагой. Ага, ну значит я и у тебя его забираю, мне похуй. Да. Я, блядь, я карлик вор, блядь. Ну ты видел курагу? Она же выглядит так, похоже, отдаленно. Ты знаешь, что произошло, Кость? Я вообще не слушал вас, и я только что придумал сам эту идею прогрызть курагу. Просто параллельно, вот как бы. Теперь она моя. Все понятно. Меня это не смущает. Но это плохой пример, потому что это живая речь, она просто родилась в речи. То есть тут не считается воровством. Это как Йоба-Боба, если ты возьмешь, это же не будет ночь. Ты пропадаешь. Ты тоже, кстати, пропадаешь. Я говорю, это не считается плохой пример, потому что Йоба-Боба там, например, ты тоже можешь использовать. Но что это за воровство? Это просто пошло в народ, и все. Йоба-Боба придумал Филипп Киркоров, блядь, а не ты. Тем более. Я тебе сказал, что ты подлец, блядь, ёпта, украл. Я всегда думал, что это кость-кадавр. А потом услышал по радио песню Киркорова «Я беда-Беда, Йоба-Боба-Бой», и я был очень возмущен, блядь, ёпта. Так вот, я не гей вроде, даже грыз курагу, но есть одна штука. Блядь, почему вы, как они доебали меня за ихний доебываться. Я использую ихний, когда говорю прямой речью от имени кого-то вот из толпы. Я так добавляю народности своей речи. Сам, когда я говорю, я говорю предельно четко. Но когда я говорю, и вот если бы и показываю вас, типа, что вы ихние, блядь, ценности западные нам нахуй не нужны. Вот, блядь, это экспрессия, блядь. Я прекрасно умею пользоваться словами. Я просто постмодернист. Я могу пользоваться ими, как хочу. Могу взять слово и засунуть в задницу вашей матери. Вот, дорогой гетерохуенюх, пиздогрыз. Это было прямое доказательство того, не прямое доказательство, а аргумент в пользу того, что просто не надо писать одним куском. Юра не может слушать слишком большие куски текста. Поэтому, видишь, пролетел твой донат. Переходим к следующему. Ну, потому что я его никогда не дочитаю. Потому что Юра все время будет вклиниваться. И ты молодец, что ты так делаешь. Читай, читай. Ты что на меня-то сваливаешь, что не хочешь? Наоборот, ты правильно все делаешь. Это чтобы человек понял. Я не подыгрываю тебе. Чтобы человек понял, что нахуй надо, блядь, в трех донатах писать. А я не готов, блядь, в 18 раз прерываться за один донат. Донат должен быть коротким и емким в 300 символов, как это обозначено и придумано системой Donation Alerts. И то по максимуму 300 символов. По максимуму 300 символов. Человек не был об этом предупрежден. Был предупрежден неоднократно. Костя, какие фильмы любишь пересматривать под Новый год? Я пересматривать ничего не люблю. Я люблю, наоборот, под новиночку смотреть. Или то, что давным-давно не видел. Хорошая в ремастере в каком-нибудь Full HD 60 FPS. Я бы сказал 4K HDR, но у меня нет телевизора, как у некоторых кудрявых опоссумов, присутствующих здесь. Всем советую без HDR ничего не покупать, потому что как только я посмотрел на HDR картинку и выключил HDR, я не мог поверить. Я пошел к телевизору, который не HDR, открыл там то же самое и я охуел на сколько разные. Если вы видели HDR, для вас все остальное мутное, блядь, говнище, нахуй. Так ты какие фильмы будешь пересматривать на... Любишь, не будешь, а любишь пересматривать под Новый год? Джентльмены, удачи, Иван Васильевич, профиль. Ебать, их и так же часто показывают. Как ты можешь... Повторяю, на 4K телевизоре с хорошим звуком, да еще и в ремастере каком-нибудь подкрашенном нормально, с нормальным звуком сведенным, блядь. Это самое охуенное. Все с тобой ясно. Елочка, 50 рублей. Кадавр, вот скажи по своему опыту, как меняется жизнь от отношений? Стоит ли оно того? Больше плюсов или минусов? Просто в культуре и обществе это навязывается, и я никак понять не могу, действительно ли нужна половинка. Нет, это... Ты не пропал там? Нет, я тут. Это сугубо личное. Ну, то есть, я уверен, что есть масса людей, которые думают абсолютно не так же, как и я. И, во-первых, отношения бывают разные, да, есть кто-то там... Айо-йо-йо, возвращайте, Зигмунд Хаванейт. Помните с прошлого стрима? Зигмунд Хаванейт, ставьте в чат... Сейчас скажу, что ставить, подожди. Кобочку открывающую, два знака равно и тройку. Если вы поняли, о чем я, Зигмунд Хаванейт, ставьте, повторяю, открывающая скобочка, два знака равно и тройка. Если вы готовы к Зигмунду Хаванейту... Все понятно, пока Зигмунда Хаванейта вызываете, я доотвечаю. Так вот, я домашний, сижу дома, и мне нужна, например, вторая половинка. То есть, я себя прекрасно чувствую, мы пока не сглазить, не ссоримся, несмотря на то, что большую часть времени находимся вдвоем в одном помещении. Других людей это может выводить. Кому-то там достаточно, знаете, видеться пять минут в день или там раз в месяц. То есть, все сугубо индивидуально, вообще абсолютно. Кому-то вообще нихуя не надо, и можно на порнухе жить. Так что это вопрос к тебе. Но для начала, конечно, ну в смысле, вообще, стоит ли тебе на этом сосредотачиваться, лучше попробовать, завести себе женщину и попробовать с ней пожить. А теперь говорит Зигмунд Хаван... Вы призвали меня в чат, короче, есть еще несколько вариаций, забавные хуйцы. Вы можете отправлять тот хуец, который у вас, типа, кто-нибудь, например, начиная со знака меньше, типа, чтобы он был заостренным. Кто-то может делать его длиннее, это будет наш с вами сигнал для призыва Зигмунда Хаванейта. Чувак, сам вопрос о том, нужно мне вот это вот что-то, уже свидетельствует о том, что тебе это не нужно. То есть, если ты приходишь на стрим к Хаванскому и Кадавру и говоришь, чуваки, а мне надо вообще образование получать, значит, вам тебе не нужно. Зачем? Ты как бы, само сомнение уже подчеркивает, что ты уже принял выбор внутри себя, но еще не можешь признаться себе в этом, типа, блядь. Ты такой, блядь, это так все заебно, оно мне надо, скажите. И что ты рассчитываешь, что мы тебе скажем, да, надо, это охуенно, как Кадавр. И ты такой, ну все, душевные раны залечены, теперь пойду и буду дальше страдать, блядь, епта. Живи как хочешь. Хочешь, блядь, ебешлюх, хочешь, не ебешлюх, хочешь, дрочи себе, хочешь, это, типа, твоя, как тебе веселее, так и живее. Кадавру вот веселее, блядь, с детьми, с женой, блядь, епта. А Михалкову веселее на мигалке ездить по встречке, там, людей сбивать, блядь, епта. Ты, ты на себя ориентируйся, что за тупой вопрос, блядь. Утро сет, 250 рублей. Привет, Константин. Снимал ли когда-нибудь на пленку? Как относишься к тому, что в наше время все больше и больше молодых людей начинают увлекаться этим? И главный вопрос, цифра или пленка? Имеют ли пленочные снимки некую особую атмосферу, о которой говорят пленка дрочеры? По скриптам, сам дрочер на пленку. Наверное... Нолана пусть спрашивает об этом. Блядь, он меня спрашивает, его мое мнение интересует. Нолана он, наверное, уже посмотрел. Боюсь, что с Юрой мы здесь с тобой это не обсудим, поэтому перезадай этот вопрос, когда будем наедине. Не, пожалуйста, пожалуйста, расскажи, блядь. Это просто такой вопрос из цикла, есть ли жизнь после смерти, или есть ли жизнь на Марсе. Правильный ответ науке это неизвестно. Каждый дрочит, как он хочет, блядь. В принципе, да. Но он спрашивает, дрочу ли я. У пленка дрочеров много аргументов за. Он же не спрашивает, кто и почему дрочит. Он спрашивает, дрочу ли именно я. Ну, а вот ты вообще отличаешь фильмы, снятые на пленку, от фильмов, снятых на цифру? Вот просто вот, не зная, вот ты приходишь в кинотеатр, ты понимаешь, это пленка или цифра? Да. Могу отличить. Расскажи. Могу отличить по шуму, потому что... Давай, раз ты боишься, что я тебя буду прервать, я тебе прям дам полноценный монолог. А в конце уже выяснился. Да, мне не нужен монолог. Вот расскажи, как ты, приходя в кино, не в IMAX даже, а в обычный кинотеатр... Мне не нужен монолог, понимаешь? Это видно по артефактам. И в цифре артефактов нет. Там, где это не необходимо, понимаешь? Каким артефактам? На Хитпойнты, на Аману, каким артефактам? Ебанутый. Артефактам пленки, шумы и все остальное, понимаешь? В цифре, в современной, при огромном количестве денег... Так их можно и на цифру наложить. Да подожди ты, блядь, дай это договорить. Когда ты стилизуешь фильм, да, про подстаринный, где это нужно, да, шум, понятно. А когда это... Нет необходимости, когда ты смотришь просто обычную сцену, где можно избежать шумов, а они есть, это значит пленка. Если бы это была цифра, то все было бы сглажено. Когда это не художественный инструмент, вот. А он почти никогда не художественный инструмент, вот так, чтобы в каком-то там интерстелларе или где-то еще. Поэтому почти всегда видно, когда кто на пленку снимал или нет, потому что нахуй делать шум, ну, в обычном фильме, где нет никакой стилизации, когда его можно легко избежать цифрой. А этот шум видно даже на Full HD. Вот и все. Какие-то там... Мне кажется, ты сумасшедший. Косяки с светом, со светом. Вот. Есть же части, которые снимаются на пленку, то есть тоже в фильме смотришь, все нормально, гладко-гладко-гладко, а потом хуяк, блядь, картинка становится говном вонючим. Потому что на пленку ночью снимали, и в цифре это бы все давно можно было избежать, но вот понятно, что кто-то дрочит здесь на пленку, специально на это вот включил. Я так думаю, могу ошибаться, это раз, во-вторых, я не пленка-дрочер, я бы с удовольствием пофоткал, да, ну, просто так попробовать именно фотоаппаратом. Какой другой цвет, он дается, ну, благодаря вот этой проявке пленки, и его очень сложно воспроизвести, вот и все, всякими этими эффектами Инстаграма и телефонов. Ой, правда. Все равно видно. Что, правда? Ну, кому видно-то тебе, я нихуя не вижу, чувак. Ну, и что, что ты нихуя не видишь? Ты Стивена Кинга считаешь говноедом, и что? Ну, вот Нолан снимает на пленку, скажи мне. Дюнкерк, блядь, легко видно, это вообще прям невооруженно, блядь. Дюнкерк понятно, а вот, например, это... В Интерстелларе я не обращал внимания. Начало Интерстеллара. Я не обращал внимания просто. Где там видно пленку, расскажи. Если бы я обращал внимания, я бы тебе сказал, где. Я точно помню, что Дюнкерк, я просто самый последний его недавно смотрел, и это я помню. Вот. А начало и Интерстеллар, я смотрел в кино Интерстеллар, по-моему, один раз, один раз на компе дома. Я не обращал просто внимания. Если поставить вопрос, сказать мне, что снято на пленку и не рассказывая, я тебе скажу, что на пленку, а что на цифру. На цифре просто лучше картинка, и все, тупо лучше картинка. Пленка всегда проигрывает. К тому, что где хуевая картинка, там и пленка. Да, ну, грубо говоря, да, понимаешь... Ну, тогда, братан, я свои фильмы на пленку снимал. Если ты мне... Но я тебе говорю, определенные хуевые части, а не хуевый сценарий. Хуевый сценарий не зависит от пленки. И хуевая игра актеров блогерской. Нет, я прокачиваю съемки, сценарий гениальный, блядь. Ну вот, если показываешь ты мне один кусок фильма, да, без монтажной склейки, я, конечно, по нему могу не определить, если он на солнце снят идеально, то я и пленку не отличу. А в цельный фильм я по-любому найду моменты в темных местах, где-то еще, где я пойму, что это пленка. Понятное дело, что пленку можно отличить по самым слабым, по самым таким требовательным местам. Это дебилизм совершенно, я тебе говорю. Существуют ограниченные ресурсы, когда даже кассовые какие-то потенциальные фильмы получают заниженный бюджет, и они снимаются так, что они выглядят как-то выражающиеся на пленку. Вот лучший пример, это мои фильмы, сняты гениально лучшими операторами в истории, но выглядят бедно. Почему? Потому что нет денег. И ты говоришь, что это все пленочный эффект. Да схуяли. Пленка стоит дороже цифры. Я тебе сказал, артефакты пленки это другие артефакты. Это не то, что у тебя плохая запись, и у оператора руки дергаются. Все, хватит, хватит. Ничего, они не дергаются. Крутое фига. Отсессии, короче. Любое качество. Мои фильмы не обсуждай. Я тебя протогал. Ты ленивый хуй свет не выставил. Кого ты мне рассказываешь? Я знаю, как у тебя свет. Нихо это вы свет не ставите никогда. Потому что у вас живая камера. У вас не может свет перемещаться. Вот. Я есть свет. Я есть магнез. Про это мы говорим. А там все-таки, понимаешь, минимум бюджета. Если у тебя был бы миллион долларов, уже все. Ты бы не мог уже без света играть. Все бы украл. А, ну так. Я верю в тебя, да. В тебе живет где-то Михалков внутри. Да, я представляю, я же тебе уже рассказывал. Меня испугало. Я в стольких вещах хожу с Михалковым. В его интервью с Дудя. Ведь действительно, ну, если человек важный, он торопится. Почему нельзя по встречке проехать? Да, блядь. Почему все хуесосят за это? Я понимаю, что все должны ездить по правилам. Но я ты тороплю. Во многом он прав. Все должны. Все Константины Кадавры. Все вы. Все должны. Я не спорю. Это все безусловно. Но я тороплюсь, чуваки. Ну, блядь, Михалков единственный, кто меня понимает в этой стране. Единственный. Ну, если пидор какой-то ботинком кинул вас, ну, чё ему по еблу не дать, что ли? Ну, ну, правда. Ну, он чё, охуел? Нойза, значит, можно, чтобы его охранники держали меня, блядь? Мне, что ли, нельзя? Правильно? Не кидайтесь ботинками в людей. Морально. Только Михалков снимает. Да ты ему было колени прострелить, блядь, за такую хуйню. Понимаешь, Михалкову можно, потому что он снял оскароносный фильм «Утомлённые солнцем». Вот когда у тебя будет Оскар, тогда ты будешь ездить по встречке с мигалкой и пыром пинать в лицо. У меня есть Оскар. Я его в прошлом году получил, посмотрю, у нас есть церемония вручения. Мы сделали свой Оскар, потому что Оскар дискредитировал себя, там только белые старые мужики, их не уважают уже в Америке, делали свой Оскар и вручили нормальные премии, поэтому... Как сложно разговаривать с постмодернистом, а? Я сразу вспомнил, что я работал с постмодернистом, который делал аппликации. Так, 715.50 рублей. Костя, сегодня смотрел твои старые, точнее, самые старые из доступных на канале. Про сериал «Ты там пьёшь через трубочку для матэ». Это какая-то отсылка или ты и правда пьёшь этот напиток? Как к нему относишься? Да, пью, у меня есть это... Я забыл, как он называется. «Колобаз» — это сама эта дура? «Колобаз», блин! Нет, «Колобаз» — это чашка, а это... Бля, Костя, давай, если сейчас донать 100 тысяч, ты своего следующего сына назовёшь «Колобаз». Во-первых, ничто мне не мешает поклясться и наврать. Во-вторых, да, но всё-таки, мне кажется, «Колобаз» — это будет охуенно. Его даже никто дразнить не будет уже. Это как иммунитет к Дразнилову, когда тебя зовут «Колобаз». У него никогда не будет клейкохи типа «Жирный» или там «Пидор», потому что у него всегда будет клейкохи «Колобаз». Так вот... Или «Колбаса» максимум. «Колобаз» — «Балабаз», да, да. «Бамбилия». А «Балабаз», если ещё закинуть 300 тысяч, надо будет ему фамилию поменять на «Балабаз». «Бамбилия». Вот это будет смешно, человек, которого зовут «Колобаз». Да, я пью «Мате». Сейчас довольно редко. Ему будут... Сейчас я его звук отключу. «Как вас зовут?» Вот, теперь разговариваю я, как белый человек один. Я пью «Мате», дорогие друзья, через «Бамбилью». Юра там чё-то кудахчет, смеётся, но его не слышно, потому что я хозяин этого стрима, дорогие друзья. «Колобаз», «Балабаз», чувак, дай мне просто закончить шутку и выключать. Дай мне сказать про Зубнова. «Колобаз», «Балабаз» у Зубнова. «Балабаз», 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 «Балабаз». А все в паспортном столе такие серьёзные, знаете, такие думают, бля, мы тут в очереди три часа стоим, а эти козлы ещё издеваются, знаете, нормально, давайте по очереди, вызывайте людей. «Колобаз», «Балабаз», «Балабаз», «Во второе окошко». Да они охуели, совсем уже хамят, блядь, у людей времени нет, мы что, сюда шутки шутить пришли? Вот это прям реально крутая хуйня, человек троллит всех своим существованием, а в школе, прикиньте, «Колобаз» к доске и весь класс ржёт 11 лет, блядь, каждый день. Ни разу нет такого, что говорят «Балабаз, садись». И никто не ржёт, блядь, блядь, это просто подрыв, это какая-то диверсия, блядь, ёбта, общественного сознания, нахуй, нахуй, ты на «Колобаз» была. Николай Павлов, я думаю, кстати, тебе не разрешат, если ты придёшь в ЗАГС и скажешь, давайте ребёнка назовём «Колобаз», «Балабаз», они скажут, ты чё, охуел, что ли, блядь, но ты-то дебил, да, ну переименуй себя, скажут, если ты такой умный, блядь, зачем над ребёнком-то издеваться, если ты не хотел, ты сделал бы аборт, блядь, чёрт помоешься. А может, на самом деле стоит мне поменять именно «Колобаз», «Балабаз». Это добавит мне хоть нигде популярности, знаешь, просто типа Юрия Хованского уже все знают, и он никому не интересен, а вот «Колобаз», «Балабаз» — это новый игрок за столом, с ним придётся считаться, «Колобаз», «Балабаз» входит в игру, блядь. Потом ты встречаешь девушку, там, «Курага-мурага», и мы нашли друг друга. Она становится «Курага-балабаз», блядь. Но нет, она устраивает скандал и говорит «Я хочу быть «Курага-мурага»» в этот смысл. Я говорю «Нет, блядь, для меня это важно, сука, никакой свадьбы не будет». Она такая «Ладно, двойная фамилия» «Курага-мурага-балабаз». Это получается, блядь, кай, аааа! Я хочу книгу про это написать. Она будет называться «Печальная история Кураги-мураги-балаб». А ребёнка назвать девочку, назвать «Бугульма», и будет «Бугульма-калабазовна». Написанная от лица «Калабаза-балабаза», блядь. В конце у неё рак, и мы все. Я, её муч, «Калабаз-балабаз», её дочка, «Курага-мурага-балаб». А чё? Бугульма-калабазовна. Бугульма-калабазовна-балабаз. Бугульма-калабазовна-балабаз-курага. Бурага. Блядь. Блядь, да. Охуеть, вот я слышал. А нет, а можно ребёнку просто обычное имя давать. Вот тут пишет «Сашка», и будет просто «Александр Калабазович-балабаз». Всё равно дико-тупо. Вроде бы нормально. Как тебя зовут, Саня? Назовите свою фамилию, имя, отчество. Нет, это прикинь, когда много детей, один прервал традицию, поназвал ребёнка нормальный, и все остальные изгоняют его с семейных празднец. Типа, ты дебил, зачем ты всё сломал? Какой Саша Курага-балабаз? Саша Курага-балабаз? Надо было назвать Творага, блядь. Там типа, Творага-курага-мараба-балабаз. Курага-балабаз. Колобазович, блядь. У вас паспорт на столе охуеет. Люди будут годами эту хуйню рассказывать. Будут Задорнову отправлять, хоть он уже мёртв. Блядь, ёху-ка. Кстати, да, вон там писали, что Задорнов-то у нас авиационный инженер. Про творческие профессии. Николай... Чувак, меня уже кроме Кураги... У нас настроение заканчивается. Обратите внимание, куда показывает моя правая рука. Да, чуваки, если вы хотите, чтобы Кадавр назвал своего сына Калабаз-балабаз, кидайте 400 тысяч рублей, 100 тысяч рублей просто за имя Калабаз, а за продолжение стрима кидайте хоть что-то, чтобы счётчик не опускался. Как обычно, держимся до минус 500, потом всё, я не смогу удержать его безудержный алчный нрав. Вот он пишет, что Бугульма – это название города. Извиняемся перед всеми жителями Бугульмы. Мы просто... Я думал, это еда. Вот, я тоже думал. А оказывается, нет. Ну, в общем, мы не со зла, мы дурачки. Вот. Viewer discretion is advised. То есть он... Подожди, то есть он хочет сказать, если я сейчас позвоню в ресторан и скажу, привезите мне Бугульму, плачу любые деньги, то мне не привезут. Они там с той стороны, Калабаз-балабасыч. Калабаз-балабасыч заказал Бугульму. А для кого Бугульму? Я говорю, для моей кураги-мураги. Курага-мурага хочет Бугульму. Калабаз-балабасыч позвонил. Ой, блядь. И тебя больше заказа не будут принимать в этом ресторане никогда. Да, но это было бы весело. Так есть такая пища Бугульма или чей нет? Кто-нибудь думает? Значит, Бугульме или Бигульме. Я что-то перепутал. Так. Максим за премьер-министра. Спасибо. Калабаз-балабас есть такие сосиски. Я надеюсь, они скинут 400 тысяч прямо сейчас, потому что это уникальная возможность. Если есть сосиски, Калабаз-балабас, то это ваш шанс прямо сейчас на охуенный пиар за небольшую плату. Все, дорогие друзья, мы в минус ушли. Вы что, ептать? Донатьте, а то мы сейчас заканчиваем. Марк 50. Да, чуваки, можно угорать над Калабасом-балабасом, но деньги надо кидать, блядь. Пишут, Бугульма это ликер. Возможно, я пил Бугульму. Все. Но я не уверен. В былые времена я много пил и Бигульму, и всякое. Вот, есть, тысяча. Отлично. Не уходите, Николай Андреев. Вот это хорошо. Вот это с этим можно иметь дело. Развели лохопедов, блядь. С этим можно уже иметь дело. Марк 50. Спасибо тебе, Николай Андреев. И знаешь, за твою тысячу я сравню тебя с Николаем Чудотворцем. Сделаю тебе высший комплимент православной как бы парадигме. Вот ты сотворил чудо. Хоть ты и не наш святой, а иноземный, но... Ну, скорее всего, потому что у тебя есть тысяча рублей, которые ты готов кидать в 3 часа ночи. Но мы благодарны тебе. Слава Николаю Андреевичу. Смотри, да, смотрите, есть бальзам Бугульма. Это как город Бугульма и бальзам. И так же как Рига город и бальзам Рига. Чуваки, ну я точно какую-то Бугульму пил, блядь. Ёпт, я уверен, что я не знаю, есть она, нет. Но и какая-то Бугульма мною была употреблена в питьё. По-моему, даже разбавленная Кока-Кола или чем-то таким, но в любом случае Бугульму я пил. Хованский. Почему вы не снимаете ничего вместе с Мэдом? Недавно пересматривал твои ролики трёхлетней давности. Видно, что делал контент с душой. А сейчас чё-то потерял ты тот огонёк. Ну, у Илюхи свои проблемы, и он на Твич ушёл, у него теперь там стримы, вся хуйня. Я не люблю стримы. Как-то это такое. Как посидеть у кого-то на стриме или поиграть в игру просто как бы с друганами, просто от скуки, которые сидят, смотрят с тобой на эту игру. Это весело. А вот ты в курсе, что этот же нинджа, блядь, ёпта? Стримил хуй, знаешь, мы с тобой обсуждали эту хуйню, нет? Ну чё, про чё, напомни мне. Не помню. Стример нинджа, короче, чуть ли, блядь, не большую часть года, вот почти 300 дней, блядь, или хуй знает сколько, реального времени стримил, там, не спал нихуя, не делал, блядь. Просто стримил для того, чтобы всё эту хуйню получить. И я думаю, нахуя такая же, бать, вот, ну, какой бы ты популярный не был, ну, это чё, пиздец, нахуя такая жизнь, как у Дмитрия Нагиевок? У тебя камень выходит, ты испытываешь невыносимую боль, и нельзя прервать съёмки. Да зачем? Это как рабство самое натуральное. Ебать, если бы у меня камень пошёл, я бы всё прервал. Любые съёмки, блядь, самые важные, которые, блядь, ёбать. Всё, я бы сказал, ребята, чё-то в хуйце режут, поэтому я прямо сейчас еду в больницу, в лучшую, чтобы вы мне посмотрели и сказали, всё ли в порядке. Вдруг у меня рак хуйца, или какая-нибудь такая хуйня. А зачем? Понимаете, что... Приходится больше, ты прям просто спишь, просыпаешься, идёшь стримить, стримишь, развлекаешь людей, блядь, собираешь донатики. Ну, дай, дай смотреть правде в глаза. Если бы ему это не нравилось, понимаешь, никто не делает. Вот пишет, у Ниндзи онлайн по 100к, правильно? А поэтому он может не стримить. Будь у него онлайн, как у меня, или как у Кадавра, ебать, он не стал бы так жопу рвать. Да, всё верно, онлайн по 100к, всё абсолютно верно. А кто гнал-то на Ниндзи, блядь, столько онлайна. Поэтому это и тяжело просить. Легко, когда вы Юрий Хованский, вас смотрит, блядь, полтора землекопа, нахуй, блядь. Да пойду спать, блядь. И буду спать в целый день, блядь. И встану, когда захочу, потому что мне похуй. А когда вас 100 тысяч человек смотрит онлайн, блядь, вот вы. Так и происходит, что вы большую часть времени, блядь, стримите. И у вас не на жизнь времени, на что, блядь. Не на сон, ёбаный, блядь. А ну онлайн столько, а никто не спорит. Николай Андреев ещё тысячу закинул. Спасибо, Николай Андреев. Продолжает наше хорошее настроение. Так вот, я говорю, ну ты говоришь, что ты бы всё прервал. А ему же это нравится. Никто не занимается такой хуйнёй, если не нравится, понимаешь? Чувак, никому не нравится недосып. Таких людей нет. Ну значит, это стоит того, понимаешь? Я бы тоже не досыпал, как ты сказал, за 100 тысяч в день. Я бы тоже не досыпал за 100 тысяч в день. Чувак, ну он уже давно несколько раз долларовый миллионер. Ну что ещё? Это всё равно, что задаваться вопросом, почему миллиардеры не останавливаются? Это всё равно, что почему миллиардеры не останавливаются? Я за деньги вообще всё... Ну и ты остановись и сиди себе на жопе ровно на стримах по 50 человек. Так я остановлюсь. Остановился бы, будь у меня достаточный денег, либо я бы остановлю... И он так думает, что ему тоже недостаточно для чего-то. Ты такой интересный, тебе... Но я не работаю, блядь, 300 дней в году, блядь, ёпта, суммарно, блядь, по живому времени. Ну ты с ума сошёл. Так до ручки можно дойти. Нужно... Когда ты зарабатываешь деньги, нужно всё-таки понимать и какую-то долгосрочную перспективу. Типа, в моём случае это печень. Я всё это проигнорировал, но он-то не я. Он... Нужно понимать, что есть нервная система, есть, блядь, сердечные, сосудистые системы. Ну, просто ты заработаешь все деньги, но сколько ты лет сможешь проживать, блядь? Надо как-то рационально... Он и так имеет дохуя онлайн, и так имеет дохуя денег, но... Сидеть, спать по 4 часа и сразу запускать стрим, это безумие. Его доведут в безумие. Именно из-за того, что много, блядь, онлайн. Ну и мы будем хлопать в ладоши, все эти 100 тысяч будут хлопать в ладоши, когда он сорвётся. И в тихушку поедет, ну... Или помрёт, все будут, вау, супер онлайн собрал. Оставит след в истории, как самый дурной. Вот пишут... Вот смотри, пишут, у него долгое время было по 100-200 человек на стриме, потом Fortnite выстрелил, а теперь у него 100 тысяч. Ну вот вы понимаете, что крышу сорвало у человека. Он не зарабатывал свою популярность, как я. 7 лет, блядь, и то она у меня сомнительная. Сижу, блядь, с кадавром, нахуй. В 3 ночи, блядь, на его стриме. А он, у него было 100 зрителей, он только-только привык к хейтерским комментам от 100 зрителей, каким-то там, 3 человека его хуесосило из 100. И потом, ебать, и у него 100 тысяч. Вы можете себе такое представить, блядь, ёпта? Это как если бы кадавр сейчас стал PewDiePie. В смысле? Если бы я сейчас стал PewDiePie, у меня было бы всё нормально. Я 7 лет, блядь, на Ютубе, и у меня до сих пор 100 тысяч. Ты хочешь сказать, что у меня был бы неожиданный успех? Что я бы, блядь, закружился, блядь, в этих медных трубах? А вот в том-то и дело, что ты настолько мудрый, что ты просто... А вот представь, что есть какое-то энное число денег, которое сорвало бы тебе крышу. Ты прекрасно сейчас логично меня можешь обосновать за любые деньги. Как бы ты их потратил, разместил. Но вот представь, что есть какое-то, которое просто ты не можешь представить, что ты получишь реально. Ну, в фантазии, понятно, типа, ой, я могу... Но вот ты не можешь примерить на себя это число денег. И вот это число денег сорвало бы твою крышу. Скажешь, такого не существует. Вот просто мы-то пиздим, понятно, вот в абстрактной кунне. Но вот просто вот представь, что есть такое число, которое... Да, я представить легко могу, но мы его не получаем. Поэтому всё это смешное случается не с нами, всё самое интересное, а с какими-то ниндзями. Но вот с ниндзей случилось, и он не может как бы ценить своё время, как бы, блядь, ну... Но я всегда задал, знаешь, вопрос, почему Вселенная не проверяет таким образом меня? Почему она меня не проверяет популярность? А ты в Фортнайт не играл. Вот, почему она не проверяет меня выигрышем в лотерею? Не проверяет меня титьками в Инстаграм, там, а буду ли я верен своей жене? Нет, ну никто же меня не проверяет этим, понимаешь? Это уже не Зигмунд Хованейт, а Адам Хован Смит, блядь. Я могу экономист включить и объяснить тебе, почему все эти истории про то, как люди в лотерею всё проёбывают, чистая правда, и почему реально всё проёбывают. Потому что изначально, если представлять человека как характеристику каких-то статов или скиллов, люди, которые покупают лотерейные билеты, у них примерно ноль в финансовом планировании. То есть они как отыгрывают, вот если интеллект ноль, значит вы дебил в ролевой игре, в Dungeons & Dragons каком-то или один. Типа, вы не можете разговаривать, просто мычите. И вот люди, которые покупают лотерею, они как бы показывают, что финансовое планирование у них на нуле. Потому что первое, на чём может экономить человек, это лотерея, блядь. Лотерейный билет. Поэтому, имея финансовое планирование ноль, с лотереей ты деньги проебёшь в любом случае. Но у тебя никогда не будет выигрыша в лотерею. Почему? Потому что ты не покупаешь лотерейные билеты, Костя, у тебя они на нуле. Или ты покупаешь раз в пять лет, там, типа, на сдачу, когда нету мелочи у кассирши, и такой, ну проебал, ещё пять лет не буду с этой хуйнёй иметь дело. Поэтому ты не можешь выиграть в лотерею. Да, но я всё равно говорю, что я не знаю, сколько он про сто-двести человек просидел. В общем, это неважно. И Николай Андреев ещё тысячи рублей, спасибо. Он на три тысячи подогрел нас, он нас две с половиной. Это благодаря Николаю Андрееву продолжается наш сегодняшний балаган. Сейчас я попробую найти... А, у меня наушники, блин, я хотел найти... Есть молитва Николая Чудотворца? Подскажите, чуваки, может, не только у меня бабушка... Верующая была... Какая молитва Николая Чудотворца? Прям специальная есть в православии. Я хотел найти, как её поют. И включить в честь Николая Андреева. Предыдущая Гумба Тайма от этой нормы. Там, оказывается, вопрос был. А Хова слышит Гумбу в наушниках? Нет, не слышит. Но он слышит... Я слышу её всегда, когда смотрю стримы Кадавра. То есть, когда я, как Гарун Аль Рашид, брожу по этому городу не на стриме, а как бы как зритель. Слушатель, меня она пиздец выбешивает. Она... Она не даёт ни заснуть, ни передёргивать. Ну, в этом смысл Гумба Тайма. Поэтому я придумал, чтобы люди могли доставлять вам всем страдания за деньги. Коррупционная схема. Это, кстати, твоя идея. Ты же говорил, что за деньги нужно, чтобы любые были эти и... Конечно. Правильно. Потому что я, в первую очередь, подлец. А потом премьер-министр. Но лучшего премьер-министра у них нет. Я, в первую очередь, беспокоюсь о том, чтобы у Кадавра были деньги на перёнке. А потом только о вашем благосостоянии. Но когда он охуевать начинает, я как бы его пригибаю. Потому что он охуел. Представляется какой-то фантастический мир, в котором он кого-то нагибает. Рулон обоев 60 рублей. Дурак. Я имитирую демократическую... А-а-а. ...в обществе. Ты мне должен... Я... Я... Геббельс... Тебя, Гитлер, ёбаный. Геббельс, кстати, был, по-моему, гомик, нет? Ты охуел, что ли? Он был, блядь... Какой-то там был рядом с ним какой-то... У Геббельса куча детей была. И он был настолько предан фюреру, что отравил всех своих детей, свою жену. Её кто-то застрелил, а потом сам застрелился. Это, конечно, безумие. Я никому такую не советую. Это ужасные люди. И нацизм это очень плохо. Но, блядь, говорить о том, что он педик... После этого это уж как-то... Ну, типа, насколько не педиком может быть человек, блядь, ёбта, который настолько был предан идеологии. Ну, я говорю, кто-то другой, значит, был тоже на букву Г, там какие-то, может, ещё Геринги, Гёст... А там они все были! Герин, Гиммлер, Гюнтер, блядь, Ганс и Грета, блядь, нахуй. Все на Г, блядь. Рулон Гитлер. Вот поэтому это было одно большое Г. Рулон Аб... А, 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 это... Это был не просто прикол по нацизму, это была социальная сати... Я как поперечный, когда он про говно шутит, я теперь всегда добавляю... Теперь вы поняли прикол, да? Одно большое Г. Я, как уральские пельмени, всё перевёл в одну большую сатиру. До этого это было просто... Ахахахахахахахаха... Пидоры нацисты. А теперь я всё это перевёл, и это сатира. Глубокая. Нихуя вы охуели. Привет, Ледовый. Привет, Ледовый, блядь. Привет, Ледовый. Вы когда-нибудь замечали? Рулон Абоев, 60 рублей. Юра, Костя, ходили ли вы на фильм «Хроники хищных городов»? Как вам? Почему фильм так провалился? По мне вселенная очень интересная. Юра, похуй на Соболева и Джарахова. Ты прав в любом случае. Какой фильм? Я нихуя не понял. «Хроники хищных городов». Я не ходил. Это какая-то поебень, я даже не слышал о ней. Я за кассовое кино. Я много раз говорил. Это кассовое, оно провалилось. Это какой-то мейнстрим, прямо там графоний, все дела. Ну, значит, недостаточно кассовое. Мало на маркетинг потратили, раз я о нём не слышал, блядь. Так, минутка мудрости от Юры Холанского. Ну вот смотри, вот мне что, у меня... Минутка мудрости от тебя. Многие меня, многие меня называют быдлом, но это и моё преимущество. Если я об этом фильме не слышал, я не видел его трейлеров в кинотеатрах, я не... Ну вот, поэтому и не собрали. Не донесли до бодлоты, блядь, своё кинцо. От Питера Джексону фильм. А я не знал, я люблю Питера Джексона, Властелина колец, мне даже его трэшовы нравятся ранние. Ну вот, видите, а поэтому половина затрат на фильм идёт на маркетинг. А то и лучше. Мой рецепт, если бы у меня были такие бюджеты, я бы нахрен тратил на фильм 10% бюджета. Просто у меня бы работали проверенные, надёжные люди, блядь, ёпта, по адекватной цене. И это всё выглядело бы, конечно, не очень богато, но всё-таки. А потом я бы всё въёбывал в маркетинг, чтоб нахуй по России один, блядь, показывали моё кинцо. Чтоб я, блядь, пришёл к Ване Урганту, блядь, ёпта, он меня спрашивал про мой фильм, блядь. Чтоб везде, потому что это единственная адекватная хуйня сейчас. Типа, блядь, вот фильм от Питера Джексона, и я его не знаю, чуваки. Да я Властелин колец смотрел, блядь, в самой ультрадолгой версии, все три части. Я ёбнулся, возможно, после этого, кстати. Я тогда играл в Lord of the Rings Online ещё, блядь, это... Отдельная история. Но, типа, вот, да, такая хуйня. В душе я не ебу, что это за фильмы, и что маркетологи проебались. А, режиссёр другой, блядь, Джексон в продюсерах, фильм говни, ну понятно. Ну это... Ой, короче, чуваки, всё говнина, кроме моего канала. Поэтому, прямо сейчас, пока кадавр отливает, блядь, свою старческую, блядь, оранжевую мочу. Я уверен, у него она оранжевая. Старый. Переходите на канал Russian Stand Up и подписывайтесь. Вбивайте в поиски на ютубе Юрий Хованский. Вот сейчас, прямо, хотя бы 100 человек подпишитесь, мне будет очень приятно. А если не будет приятно, то я могу и уйти. Потому что, видите, кадавр ушёл в толкан и пропал. Беспредельщик. Ну я понимаю, у него... Ну он же деревенщина, у него, наверное, толчок, типа... Во дворе, вся хуйня. Там ещё собаки злые бегают, блядь. Там, типа, этот... Гаврюша в телёнок, нахуй. Холодно сейчас, опять-таки. А там только, блядь... Деревяшки с дыркой. Ты играл в лотра? Да, у меня даже был эпичный сет с Кракена, блядь. Или как они там назывались. Я вот собрал себе всё, что мог. И перестал играть после этого. Потому что это полная поебень. Кальк с World of Warcraft. А мне World of Warcraft сам по себе не... Не нравился, но... Был весело побегать по знакомым местам. Ты же год назад на стриме с Кадавром говорил, что подписчики фигня. Главное просмотры. Что-то изменилось? Нет. Я то же самое говорил недавно на... Видео с Юликом. Просмотры всем похуй. Это просто партнёрка, это копейки. А подписчики позволяют вам быть презентабельнее и дороже продавать рекламу. И на этом всё строится. Ну, хотя, возможно, это... Моя собственная система ценностей. Где... Тот успешнее, кто больше денег может зарабатывать. Но... Я думаю, Кадавр в этом со мной согласен. А, нет, он там пердит в микрофон, блядь, ёпта. Дрочила. Эй, дрочила. Ты слышишь меня, дрочила? Ну, ну, привет. Мы тут говорили. Так. Так, что? Кто? Ой. Ой, блядь. Мы тут говорили про то, что важнее, подписчики или просмотры. Я говорил, что, конечно, подписчики, потому что это позволяет дороже продавателям. А просмотры, это просто партнёрка. Мне важнее только донаты. Мне вообще плевать, сколько будет подписчиков и просмотров. И это... И тут ты меня переплю... Вот видишь, мудрец, поэтому я к тебе и захожу. И ты как это... Как в притче, знаешь? Один глупец сказал... О, важнее всего просмотры. На что интеллектуал ответил ему, нет, подписчики, потому что можно больше денег получить с рекламы. Но потом мудрец сказал... Нет, важнее всего донаты, которые вы, козлы, скидываете мне, блядь. Деньгами на кошелёк. И интеллектуалы глупец такие... Ммм, не даром он... Блядь. У тебя звук пропадает. Ты говоришь... Ммм, не даром он... И пропал звук. Мне пересказать притчу? Нет, не надо. Нет, с притчей всё нормально. Просто почему-то звук лагает от тебя, не пойму. Почему пропадает кусками? У тебя микрофон не отходит нигде? Потому что это дискорд. В скайпе такого не было. Давай в следующий раз в скайпе будем. Да, скайп говно вонючее. Там вот зато звук от тебя ласкает уши. А в скайпе просто, блядь, как будто ты в рацию говоришь вонючую. Давайте отребье. Отребье. Что лучше? Что звук от меня будет чуточку лучше, и это дискорд? Тогда пишите Д. Дискорд. Но если вы считаете, что лучше постоянное, пусть и чуть хуже звучание, но стабильное, без пропаданий, то пишите С. Скайп. И пусть это решит отребье. Нет, давай мы не так. Давай мы просто... Сейчас я сделаю ссылочку, и будет голосовалка. Юра... Да ты всегда какой вариант педалируешь, то в голосовалке выиграть. Нет, в скайпе... Только чат честный. Только чат честный. Это как вечер в Новгороде, блядь. Как здесь я могу? Все кричат. Как я здесь могу? Да, а результатов-то нету никаких. Ты что, гонишь, что ли? По-моему, победил скайп. Нет, подожди. Какой победил скайп, когда ничего нет? Чувак, я по диагонали умею читать. Победил скайп. А, ты просто... Вот ты как раз-таки используешь то, что тебе удобно. Ты смеешь обвинять премьер-министра в подтасовке результатов референдума? Ты обезумел? Кто, по-твоему, назначил этого премьер-министра? Если премьер-министр начинает борзеть и выступать против официальной действующей власти, раскачивать лодку... Я просто даю отрибью то, что им нужно. Я не премьер-министр, он более. Мы проводим другой референдум. Вон. Голосуйте. Голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй. Голосуйте в Страуполе. Прямо сейчас решается вопрос, который касается вашей свободы. Если вы не перейдете по ссылке и не проголосуете за вариант скайп, то вы всегда будете слышать, блядь, обрывочную хуйню. Лучшая часть моих монологов, самое важное, будет пропадать. Потому что у кадавра еще и деревенский интернет, но скайп держит прекрасно. Я смотрел записи стрима со скайпов, там никогда... Да, слышно хуже. Чуть-чуть. Ну, в плане битрейта, скажем так. Но зато слышно всю мысль. Если вы хотите, чтобы был красивый звук, но мысли пропадали, из них пропадали куски пазла, которые никогда нельзя будет восстановить, голосуйте за Дискорд. Но если вы хотите получать цельную мысль от меня и Константина Кадавра, даже и пусть в чуть более худшем качестве, голосуйте за скайп. Премьер-министр кислых щей. Костя, твои ежедневные подкасты уже чуть ли не реже гостевых. Изначально была такая тактика, и ты ее придерживаешься. Или у тебя стокгольмский синдром? Что-то я не понял, при чем здесь стокгольмский синдром. Но нет, ребята, это помутнение какое-то. Я не высыпаюсь, потому что неверно распределяю время в сутках. До этого же было все нормально, да? То есть это... Я просто днем спал, и все. А сейчас вот, видимо, предновогодняя какая-то шушера, и я днем выезжаю. Да дайте мне, сука, договорись. Морозотина, блядь. Все, на здоровье. Так вот, мне приходится... Референдум. Главное, не приводи вооруженных людей. Не приводи. Я говорю, видимо, перед праздниками я не могу никак это... Есть в магазине по делам, которые нужно закончить всякие до Нового года, и поэтому днем не сплю. И поэтому вечером ложусь и не запускаю. Майдан, майдан. Ты че несешь такое вообще? Ебать, это не... Я по крышке сейчас буду жесть, я победил. Ты не понял, почему я говорю? Вижу, вижу. Ты не уловил отсылку, да? Я только сейчас результат увидел. Сначала Дискорд побеждал. Да, 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 да. Я поэтому покрышки потихоньку. Следующий шаг, братан, будет конфетной дверь. Главное, пишут, что вот в отребии разочаровались. Я тоже, ребята. А главное, что, смотрите, зрителей-то 1177, а проголосовало всего 140 человек. То есть как раз-таки те понабежавшие Юры, которых вот он себе на свою сторону. А вы, как пассажиры, сидите. Ну, выборы ни на что не влияют, я не пойду. Ой, простите, простите. Идите на выборы, голосуйте за то, что вы хотите видеть. Сознательность, гражданская сознательность, это и есть то, что... Вот меня хуистосили в марте, а на самом деле проще было сидеть, просто нас дохуя людей смотрят, проигнорировать всё. А сложно было перейти по ебаной ссылке и проголосовать. И даже те, кто проголосовали против меня, им респект, потому что они показали, что им не безразлично то, что будет дальше. Но победил мой вариант. Поэтому или Майдан, или я буду кричать, что ты вооружённый переворот проводишь. И найму Камикадзе Ди, сопротив тебя. Либо мы возвращаемся со следующего стрима в Скайп. Пишут, что явка на выборы хуже, чем вживую. А у нас нет минимального порога, приколитесь! Вообще, вот это показатель, реально. Вживую-то надо хотя бы идти, и то люди ходят. А вы здесь нажать две кнопки, блядь. Насколько же... И это вопрос такой, как бы люди, которые смотрят наши стримы, я думаю, это одна и та же тысяча человек, да? И вот им настолько было похуй. Прикинь, вот есть два варианта звука, да? Хуёвый звук Хованского, непрерывающийся. И отличный звук Хованского, прерывающийся. То есть, понятно, это не выбор между коммунистовыми и демократами. Но просто это выбор, который влияет на все дальнейшие стримы. И вы должны были... Там не нужно было регистрироваться. Просто кликнуть и кликнуть ещё раз. Два клика. И на наши выборы пришло сколько? 100 человек. Уже 165 из 1180. Более тысячи человек не пришло. Да, да. Им просто... Они же всё слышали. И они... И даже с телефоном можно было это сделать. Но они такие, ну, без нас решат. Я рад, что решили всё справедливо. Без вас. Ну, дело ваше, говноеды. Так. Вениамин Тираннозавр. 100 рублей. Приятного стрима, господа. Спасибо. Майра 60 рублей. Юра... Знаешь... Подожди. Я, прощу, я опять мысль потеряю. Зато знаете, что вы получили вместо хорошего звука от Хованского в следующих стримах? Вы получили отличный урок на тему того, как работать в демократии. Вы прямо... Это ценнее хорошего звука в миллион раз. Вы, вы как бы такие... А вот я не... И я не буду сейчас... Дебильные цитаты, типа, знаешь, когда пришли за мной некому... Понимаешь, о чём я? Да-да-да. Ну вот вы, вы примерно... У нас как бы мини-Россия произошла сейчас на стриме, блядь, ёпта. Как-то... И потом... Не жалуйтесь. Нужно активнее выражать гражданскую позицию. Вы против выборов? Так вот, выборы провери. Принимаем все претензии в общий чат от Ребья на здоровье. Пишите, сколько влезет. Выборы уже прошли. Юра, ты как-то сказал, что мотор тебя поразил, и он стал твоим корешем. Ты поаккуратнее с такими высказаниями, а то найдутся те, кто будет готов вылизать тебе твой анус, лишь бы стать твоим другом. Ебанутых хватает. А я не против, чтобы... Ну, зачем вырезать свой анус? Но есть люди, которые меня впечатляют чем-то своим... Я... Ну, они не хотят стать моими друзьями изначально. Как вот Ник Черников, я увидел просто их шоу Музат, я с ним и списался, приехал к ним. Они тогда в съемной хате жили, такой Бичевской. И мы снимали Музат, потому что я увидел, что чуваки талантливые. Также вот ядерный братвой, идентификатор обстоятельств. Не думаю, что они пытались впечатлить меня просто тем, что были талантливы в том, что делали. Так и не думаю, что мотор пытался впечатлить меня. Не думаю, что все люди, которые меня впечатлили, пытались меня впечатлить. Ну, возможно, такое есть. Но, во-первых, это сразу видно, когда человек выслуживается. Грубо говоря, когда человек просто делает свое дело невероятно качественно и ответственно. Это разве вот, типа, ну, вырезание себе ануса? Типа, разве это какая-то... Вылизывать тебе анус? Как вырезать себе анус? А, я... Я бы не послышал вылезать себе анус. Нет, вылизывание... Как вы там свой слов? Так нет, чувак, вылизывание ануса не работает. Мотор мне никак... Так вот вылизывание ануса, а что... А что за... Нет, вылизывание... 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 Вылизывание ануса работает на людей, у которых есть комплексы. Что меня впечатляет, это невероятная квалификация. Вот когда я вижу людей, которые зарабатывают... Насколько же нужно быть больным ублюдком, чтобы предположить, что кто-то предложил вырезать себе анус? Так ты говори, блядь, понятнее. Как косноязычный пиздобол, блядь. Ну, в общем, короче, анус мне вылизывать бесполезно, если вы, конечно, не женщина до 45 кг, тогда это может помочь. Типа, прям в буквальном смысле. А так я равнодушен к лести и к критике. Я просто... Я отношусь ко всем с позиции... Супермозга. Я, как бы, самый умный. И я... Когда мне люди говорят что-то, я такой... О, он такой глупенький, что критикует меня. Или, типа, о, он такой глупенький, что пытается мне льстить. Но что меня впечатляет, это невероятно ответственное и качественное выполнение... Задач. Вот если вы хотите стать моим корешем, или просто попробуйте усердно трудиться. Дискорд побеждает. Стать лучшим... А, все, поздно. Нет, выбрать не... Когда это мы говорили, что голосование закончено? Мы подверли. Это после того... Все, ты уже накручиваешь. Нихуям как я тебя там накручиваю? Пацаны, пошли, пошли к карусели! Пошли к карусели! Вот это... Не надо, все, мы выбрали скайп, чувак. Все, не надо. Вот давай не обострять ситуацию. Вот этой хуйни... Голосование не закончилось, пока не объявлено. Наблюдатели... Наблюдатели на участках зафиксировали полную безговорочную победу скайпа. В смысле? Окончание голосования-то не было? Ты что несешь-то? Мы не сказали, когда закончилось окончание голосования? День голосования еще закончился. До восьми вечера идет голосование. Каждый день. В сутки. Нет, у Отребья было время. Все были в чате. Сейчас количество зрителей не изменилось. Лишняя тысяча не пришла. Просто произошел вброс. Какой вброс? Туда нельзя вбросить? Я отменяю все результаты, которые были после... Нихуя себе. А я отменяю все результаты и принимаю решение, сидим в дискорде. Я тиран и деспот. Либо принимаю эти результаты, и все равно в дискорде... Нельзя делать. Нельзя. А пружину в беспредел до бесконечности сжимать нельзя. Нет, это... Ой, кому ты рассказываешь? Победил Скайп. Нет. Мы все довольны этим. Мы все счастливы. Схираль, ты просто в одно мгновение взял и выбрал тот результат, который был точечно. Надо полностью все голоса учесть желающих. Ты проиграл, надавил на людей. Это ты сам надавил. Они услышали, какой ты кандидат, ты сам на все надавил. И выдавил из них все. Участки закрыты давным-давно. Вот именно, что участки-то не закрыты. Если бы они были закрыты, то голосование было закончилось, а участки не закрыты. Костя, если не хочешь танков, блядь, на Красной площади, и стрельбы по Белому дому, блядь, ёпта, лучше одумайся. Кролик-алкоголик 50 рублей. Юра, а как ты избавился от травмы от первой любви? Это было тяжело? Нет, это было проще простого, потому что моя первая женщина была хуже всех женщин, которые у меня были. Ну, среднего арифметического, скажем так, это сложно, если у вас была первая любовь, прям пиздатая, которую вы прям сейчас вспоминаете. А если я сейчас буду вспоминать свою первую тёлку, у меня будет вот... Так это нет, подожди, первая тёлка, это в смысле, с которой ты трахался, именно из-за первой любовь, именно, любовь. Нет, ну тогда, в те времена, если ты трахался и встречался, это была любовь, уж простите. А, ну то есть это она и мести имеется в виду, да? Конечно, ну а кто мог себе позволить роскошь, будучи шкалатроном, просто ебать тёлок и не любить их, скажем так, и просто, ну, мы же были школьниками, это сейчас пикаперы могут быть. А ты не по-настоящему любил, если так легко это всё прошло? Может, если была настоящая страстная любовь? Я думаю, как раз я по-настоящему любил, именно из-за того, что это так легко не прошло, и я сейчас на каком-то поганом стриме у тебя об этом рассказываю, значит, видимо, не так легко прошло. Но это хороший опыт, типа, как... Он учит тебя тому, что есть какой-то выбор, есть варианты, а то вот бывают такие пары, они познакомились в школе, начали встречаться, и вот они женились, и с одной стороны, заслуживает уважение, типа, любовь с первого взгляда, а с другой стороны, вот, думаешь, ну, чувак, типа, даже никогда не пробовал, вот, типа, там, с другой тёлкой, типа, а вдруг, а вдруг он бы охуел? Вот вдруг он, блядь, трахается как-то лениво со своей бабой, ему не нравится, другая баба ему бы... Только бы он всунул и такой, это так, охуя, ага... И она бы вырезала себе анус, да? Вырезала себе анус, да, ну... Вот так... Долго ты рыхлил жопу после, ну, в общем-то, ну, в смысле... Вырезание? Не-нет, в смысле, вот... Первая любовь закончилась, переживал, долго это всё было? Ну, я тогда пил, наверное, даже больше, чем сейчас пью, и... Да и вообще тогда другие проблемы появились. По времени, долго это, по времени, именно, переживал, ломался. Наверное, я скажу так, я бы мог переживать гораздо больше, если бы не помощь моих охуенных друзей. Типа... Когда ты панк, и ты бухаешь, и у всех такие проблемы совершенно другого рода, и постоянно во всём этом варишься, это проще пережить. Ну, кто-то из-за этого мог бы эмо стать, скажем так, из-за... Но мне повезло, у меня были друганы, у меня был пурген, который воровал у бабки самокон из банок и доливал туда воды. Поэтому мы достаточно быстро всю эту ситуацию переварили. Нашли девчонок там из другой школы, которые не знали, что я говнюк, ёбаный, блядь, и... Как-то обкашляли в вопросе, короче. Поэтому всем желаю в такой ситуации иметь друзей, которые... Ну, помогут пройти через это. Пересмешник. Пускай этот... Ха-ха-ха, это про тебя. Ладно, пропустим. А, нет. Ну, давай, чё, чё, нет, чё пропустим. Я как премьер-министр, я готов. Пускай этот пидор за участие в стриме сам донатит тысяч пять-семь, а то скучно ему, блядь. У тебя сценарии закончились? Где ролики? Где шаверма? Где пародии? Где ежедневный Хованский? Скучно этому петуху, видите ли? Ой, я не буду нихуя делать, но вы меня развлекайте, ибо мне скучно, пидоры. Через хуй. Да? 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 Подписывайся под каждым словом. Ничего из того, что ты перечислен, не будет. Развлекайте меня. Да? А хуль ты хотел-то, блядь, ёпта? Мне... Если бы вы ещё... Вот, если бы у меня, как у ниндзи, было сто тысяч онлайна, и по несколько миллионов долларов в год, я бы чувствовал себя ответственным. Но я уже год как чувствую себя брошенным, поэтому мне похуй, я просто развлекаюсь, рофлю. Вы думаете, уроки самообороны от плагиата, и следующий ролик, и сегодняшний ролик, они принесли подписчиков? Каждый из них нахрен унес подписчиков где-то по 800, 200, ну вот, я не помню, какой из них сколько, но... То есть я сознательно своим творчеством гроблю свою популярность. Но, приходя на стрим Кадавра, я хочу, чтобы вы меня развлекали. Да, я такой. Я знать. Я прихожу к вам, в ваш грязный, вонючий паб, и я сижу и хочу, чтобы вы плясали и веселили меня. Звездочёт 50 рублей. Хова... Денег кидать не буду, потому что Кадавр, владелец паба, он мой кореш, я ему не буду донатить. Это вы ему донатите. А я могу палкой отпиздить того, кто не будет, вот. Но я при этом буду хлопать вам и... Вместе с вами танцевать, выпивать. Не просите от меня денег, только пиздюли вы получите. Он пишет, петушатник опять. Хова. Хоть, подожди, охуенный разъёб Соболева. Вы уже обсудили 15 лямов Хованского в год? Да, уже обсудили. Вот тебе комплимент за охуенный разъёб Соболева. Если бы вместо комплимента мне реально 15 лямов дали, я бы счастлив. А комплименты, повторюсь, я к ним не восприимчив. Глад Волокас, это постмодерн или кого? Сложно, сложно. Это даже может быть метмодерн, но решает Сармат. Я некомпетентен. Он все мои доводы разъебал. Хотя часть людей в комментариях говорили, что прав я, а не он. Всё слишком сложно и расплывчато. Распухление пенисов сладких. 300 рублей. Пусть Хованский поделится своим опытом, как за здоровьем следить, когда бухаешь, какие анализы сдавать и как часто, зачем следить и тому подобное. Я тебе открою страшную тайну, брат. Вообще анализы, они не нужны. Анализы, они... Это способ самообмана. Вот таких людей, вроде меня, которые бросить пить не могут. И они хоть в одиночку не пьют, но вот навязываются на стримы к каким-то константинным кадаврам, чтобы был повод формально открыть бутылочку венца. Это всё поебеть. Никакие анализы тебе не нужны. Если ты понимаешь, что у тебя проблемы с алкоголем, выход у тебя один. Не пить. Иначе следи вот, насколько ты меня моложе. И дождись, когда я умру. И в этот момент переставай пить нахуй. И проживёшь, может быть, ещё там, ну, лет 5-10, блядь. Но другого выбора нет. Ебать ты умный. Какие анализы сдавать? Анализы можешь любые. Хоть кал, мочу, кровь, эту, блядь, слёзы можешь на анализ сдавать, чувак. Это всё... Если ты понимаешь, что, ебать, вот, ну, в моём случае, это когда кровью я сблевал, блядь, ну, типа, прожилками прям такой венозный, блядь, бордовый нахуй, пурпурный, я бы даже сказал, блядь. Вот, типа, после этого уже всё понятно. И что ты от меня ждёшь? Что есть какая-то волшебная клиника, куда ты приходишь, даёшь анализы, и тебе говорят, бухайте вот столько-то. Таких клиник нет. Тебе везде говорят одно и то же, типа, не бухайте. Софа. Грустно всё это. Софа, 50 рублей. Хорошо, а что, если дрочу на баб, а влюбляюсь и встречаюсь только с мужиками? Я не понял, это мужик или баба? Ну, видимо, баба. Видимо, баба. Пишет. Ты... Ну, не знаю, по-моему... Это и обычная женщина, по-моему. Как и все женщины смотрят порнуху с бабами, а... Типа, я прекрасно понимаю, почему ты дрочина, баба прекрасная, эротичная в своих изгибах и прочей хуйня. Мужики мер... Софа, 50 рублей. Если баба любит, она даст хоть в анал, хоть в глаз. Ну, имеется в виду, не кулаком в глаз, а в глазную впадину, наверное. Был бы круто. Ну, типа... Это сложный вопрос вообще. У каждого человека есть свои границы. Кто-то воспитан по-другому, кто-то вообще считает, что, например, на первом свидании отсосать это плохо. Я таких понимаю. А ты мог бы серьезно встречаться с девушкой, которая на первом свидании отсосала? Так мне кажется, это и есть высочайший комплимент, что тебя отсосали на первом свидании. Ну, а ты не воспринимаешь это просто как доступность, типа, легкое поведение, вот это вот все? Ну, если, например, она всем сосет на первом свидании, это, конечно, плохо. А, как-то откуда ты узнаешь, что она не всем сосет? А ниоткуда, а ниоткуда, это просто приятно, Костя, ниоткуда. Юра спокойно сосет на первом свидании. Величайший комплимент. Ну, а ты делаешь это? Я не знаю, я просто, вот, будь я... Грызешь курагу на первом свидании? Интересно, я вообще курагу не грызу, Костя, я же по понятиям живу. Как там, подожди. Ебу в рот шлюх, а тёлок свои, блядь, мне там по-другому было. Типа, шлюх в рот не целую, а любимым бабам в рот не даю. Не помню, короче, там какая-то. Ну, короче, я отпизделся формально. Всё с тобой ясно, ограниченный. Боишься попасть за решётку? Понятно, всё с тобой. От сумы и от тюрьмы не завекай. Так, Титян, 100 рублей. Юра, расскажи тогда уж про свой самый жёсткий секс. У Кости не спрашивай, он женат. Расскажи про самый жёсткий. Как-то меня выбыл отчим. Нет отчима, у меня только батя. Надеюсь, он это не услышит. Очень обидно, блядь, предъявит мне потом. Я не знаю, наверное, его руку... Ну, ладно, самый жёсткий стандартный секс, где ты был в роли мужчины. Мне кажется, если ты мужчина, то для женщины любой секс с тобой жёсткий. Это как бы априори. Мужчины, они такие завоеватели, как бы. Они в пизду ходят, как тараном пробивая ворота. Всё хуйню, блядь. Не, ну я не знаю, может быть, блядь, ты, блядь, на сухую на пляже с песком, блядь. Не, не, ну всё-таки я... Нет, я джентль... В грязи там где-нибудь, блядь, в палатке, бичом, блядь, заблёванный. Нет, всё, ну это мне... Я всё-таки джентльмен превыше всего. Я такого никогда бы не стал делать ни с кем. Это какая-то полная поебенька, то, что ты описываешь, блядь. Это как ты говорил про изнасилование с побоями, блядь. Я-то тебе говорил про весёлое изнасилование. Типа, там, толковым поясом от халата, там, придушить чётко и... Трех, а ты про изнасилование, типа, пиздить ногами. Всё понятно. На самом деле, видите, Юра такой, на самом деле, консервативный. Без изюминки, старикашка. Ну да, без пиздоловки ногами, блядь. Да. Женщина говорит изнасилование, а он даже её не пнёт в брюхо, не повалит на пол. Что это вообще за изнасилование такое? Так. Обычный секс. Не зарежет её потом. Да. К батарее не привяжет на несколько суток. Ну что это за дела вообще? Дно 50 рублей. Не поместит в подвал, блядь, в загородном доме, блядь. Да, и не поставит ведро для мочи и кала. Да, блядь. Ты всё усугубляешь, всё усугубляешь. Юра, что снимать, чтобы быстро с нуля подняться по просмотрам? Шлюх. А, и снимать это на видео? А, это раз... Не знаю, просто попробуй. Может, отъебёшься от нас. А, Артём Акуличев. Могу ли я формально называться мошенником, продавая прогнозы на спорт, большая часть которых не заходит? А зачем тебе это? Ну, ради денег. А я могу формально называться потомком князей Хованских, потому что в Википедии написано, что погоняло младшего мошенника был Таратуй, что переводилось как пиздобол, и он всё время хуйню какую-то нёс, типа, ну... Хочешь, называйся мошенником, не хочешь, не называйся, блядь. Я так полагаю, в моём случае тебя интересует, как тебя назовёт следствие. Ну, тут я советов дать не могу. Тут простыня текста за 300 рублей. Огромная. Блядь, ты не поднял цену, блядь. Нет. Ну, она прям тут история двух братьев, и что тут дохуя текста. Прямо скажем, дохуя. А, это, слушай, это, наверное, ко мне вопрос. Тут можно и без тебя, потому что тут именно одного спросить. Но мне всё равно придётся его спросить. Не, ну я могу на следующий стрим его тогда перенести эту хуйню. Ну, она на сколько обзор? Да дохуя, что-то прям она даже для меня большая. Блядь. Чувак, ну это просто жесть какая-то. А ты можешь... Давай кидай мне, я по диагонали умею читать. Ну, я же не знаю, на что человек рассчитывал. Может, он рассчитывал на... Срать на него. За 300 рублей получит то, что получит, блядь. Ёб-то кидай, я читаю по диагонали. На. А куда ты скинул? Ванус тебе скинул, блядь. Ну, в скайп? Да, в скайп. Так, блядь, так бы и сказал. Так я и сказал, в скайп. Ой, какой же он кончик, блядь. Бервария 200 рублей с наступающим мужчиной. Текстом скинь, текстом скинь. Ты что, дурной что ли, ёптать? У меня нет телеграммы на компьютере. Ебать ты обоссаш. Это не телеграмм. Ты на ссылку нажать можешь, говно, это не телеграмм. Ой, какая длинная... Можно драматическую музыку какую-нибудь включить на фон, чтобы я читал хотя бы, вот не просто эту хуйню. Не, у меня нет никакой драматической музыки. Я так с расходу не найду нихуя. Нет. Ты ещё забанят. День за справедливость. Курный интерес. История двух братьев, которые воспитывались матерью без отца. Он умер, дети были маленькими. Деньг был мало, мама умерла. Телёшка квартиры, вся хуйня, все жили вместе, но квартиру поделили, но остался осадок. На чью же сторону ты встанешь, Константин? Блядь, это был только эпиграф, блядь, теперь предыстория. Блядь, предыстория, нахуй, охуеть. Есть два брата, один пикиточеный, другой, понимаете, один двадцать шесть лет. Он работает в интернете, ёбаный фрилансер, блядь. Не любит материальные ценности, ему похуй на распределение финансов. Кредиты, брались его молчаливые согласия, ну короче, понятно, финансовая делёшка, блядь. Мама умерла, и он съехался из съёмной квартиры, у него есть жена, будущее. Ну, видимо, он женился на ней впоследствии. Квартира была в жутком состоянии, короче, была ему не нужна. И брат номер два, двадцать четыре года, у него всего два раза были серьёзные отношения. Восемнадцать лет, двадцать два, двадцать три года, которые переросли в свадьбу. Короче, я уже понимаю, что нам пишет брат номер два, поэтому... Чувак. Если ты пытаешься описывать события объективно. Из общего котла покупали технику вместе с братом, в основном для брата номер два. Когда брат номер два покупал комп получше, комп похуже отдавал брат номер один. Технику брали в кредит, а возможно и брат номер один, кто вас знает, а возможно брат номер три. Господи, после этого ещё есть важная предыстория. Это пиздец, это просто пиздец, за 300 рублей это пиздец, это пиздец. Я тебе говорю, тогда я перенесу это на свой стрим, потом отвечу ему. Хотя я не думаю, что у меня будет ответ лучше, чем тебе. Короче, я так понял, брат номер два подонок, и мы купили машину. Ему было тяжело добираться на работу. Он попал в ДТП, а нет, всё-таки нам пишет брат два и пострадал. Ой, это такое шкурное дело вообще. Попал, набрали кредит в машину, попал в аварию. Пришлось платить страховку, блять, сверху. Это такая... Это мы что, юристы, блять, чувак, ну и серьёзно. Брат номер два расстроился после аварии и кредит. Да, это точно брат номер два. Откуда он может знать, что его брат расстроился, блять? Ооо, ездить не на чем не... Всё понятно, купили ещё машину в кредит. Господи, всё... Чуваки, с первого раза не было понятно вам. Вы там два, что ли, блять, дебила. Вы купили... Вы один раз попали в кредит. Вы попали со страховкой. Вы купили вторую. Потому что вам было неудобно добираться на работу. Ну так вот, ёбаный сюрприз. Никому неудобно, у кого денег нет на машину. У меня была одногруппница из Петергофа ебашила каждый день. Вы думаете, ей, сука, было удобно? Вы думаете, ей было удобно ездить на электричках переполненных, блять? Но она добиралась, блять, ёбта. Почему? Потому что у неё не было денег на машину. И она не пошла, блять, в Тинькофф банк и не взяла кредит, блять. А потом она не разбила эту машину на полпути и не взяла себе кредит на ещё одну машину, блять, ёбта. Слушай... Какой... Какой из братьев прав в этой ситуации? Блять, прав тот брат, которого нет в этой истории, который бы сказал, Вы охуели, какой кредит, псы поганые, езжайте на метро. Вот этого брата я не вижу в этой истории. Я вижу один брат... Старая машина, новая. Один разбил машину, другой не разбил. На одного оформляли, на... Я не вижу только брата, который сказал бы, Какой кредит на машину, пизданутая, что ли? Вот, покупайте карту тройка, блять, ёбта. Спускайся, сука, в метро, блять, ёбта. Иди пешком и на автобусе потом езжай, блять, ёбта. Вы охуели. Схуяли, блять, у вас, братьев, должны быть две машины, если у вас денег даже на одну, блять, блять. И потом вы, блять, чё, кто виноват, блять? Вы оба виноваты, блять. Ой, тут ещё делёжка квартиры, мама умерла. Тут это, слушай, я прохотел сказать... Короче, это пусть, это пусть отвечают кадавры, я вам просто объясню, что у вас в обоих какие-то невъебенно шкурные интересы. И, блять, никто не виноват в том, что вас не научили жить по средствам. Люди, блять, ёбта. Вон Сантьяго пишет. В бедных семьях. У меня твои истории уже доебали. Кто они-то? Кто они, кому ты обращаешься? Я тут один, блять. Братья-донаторы, блять. Блять, ты не понял, что ли, ссылку? Ой, Юра, ещё рассказывай. Я понял, зелёный слоник отъебись. Это просто не смешно и неуместно было. А ты рассмеялся так, будто это было смешно и уместно. Я всегда смеюсь над своими шутками. Нам с Соболевым позволено это делать. С Ильёй. Ну, естественно, не с Николаем. Ну, короче, блять, эту простыню может кадавр потом озвучивать, и ты даже можешь послушать эту хуйню. И он тебе что-то такое скажет мудрое, он всё прочитает, но правильный ответ – вы охуели. У вас история типичная, блять, ёбта. Вы с братом, неважно, кто какие машины бил, кто, блять, уехал из разъёбанной хаты с будущей женой, кто кого… Брат номер один, брат номер два. Важно было понять, что вы братья, у вас одна квартира, у вас нет нихуя денег, и нужно действовать в общих интересах. Вы этого не поняли. Очевидно, ты не понял, блять, ёбта. И, в первую очередь, не надо было брать кредиты, нахуй, на машину, которую вы не можете… Ебать неудобно было… Знаешь, как мне было неудобно на работу, ёбта? Я ехал из одного конца города в другой в универ, когда работал, блять, у провайдера, блять, ёбаного, нахуй. Я досиживал в универе, ехал, блять, в другой конец города, кушал шаверму в быстроежке, блять, ехал на работу, а потом ехал в другой конец города обратно. И чё, я пошёл, взял кредит, что ли, на тачку? Ты дебил? Неудобно было ехать? Кому, сука, удобно-то, блять? Расскажи, кому удобно ездить? Вот, видел подкаст у кадавра про бросание копья? Костя, тебе удобно было на работу ехать? В мороз, на маршрутках переполненных, блять. Нет, неудобно, конечно. И ты взял кредит, блять, вместе с братом своим, блять, каким-нибудь, нахуй. И ты разбил машину? Или твой брат разбил машину, блять, ёбта? Нахуй такие братья, но... Ну и всё, блять, ёбта. Думать над башкой, а не приходить потом и спрашивать, кто виноват, блять. Виноваты вы, нахуй, выбрали кредит, долбоёвый, блять. Я хотел бы добавить насчёт, думать башкой. Я вдруг вспомнил, что я играю, когда в Дискорд, у меня нихуя звук не пропадает от соседников. Проблемы с звуком только с тобой, поэтому ты, говноед, что-то неправильно делаешь, как обычно. Нет, это ты, говноед. Я, кстати, вспомнил смешную историю про кредиты. У меня как-то была тёлка, которая платила два года. Ну, на момент наших отношений ей оставалось совсем немного. Но она платила постоянно, чё-то по две тысячи. Я спросил, чё ты плачешь? И, типа, она сказала, да я, типа, в день рождения напилась, пошла, взяла себе фотоаппарат и разбила его по пьяни. Вот в России примерно такое отношение к кредитам. Типа, ты идёшь в день рождения, берёшь себе фотоаппарат, ты его расхуяриваешь, потом два года хуяришь, блять. Отправляешь тебе, приходит квитанция, идёшь в банкомат, запихиваешь туда банкноты, блять. А потом приходишь на стрим к кадавру и говоришь, кто виноват, я или моя подруга, которая, блять, сказала купить мне этот фотоаппарат. Или которая разбила даже этот фотоаппарат. Типа, кто виноват, блять, ёпта, расскажите нам, людям, которые, блять, не научились понимать, что ноль по деньгам, это ноль. Что вот, ну, нельзя спускаться в минус, типа, ноль, это сумма, ноль ты не проебёшь. У тебя нет денег, у тебя нет еды, ты ходишь по общаге, блять, просишь тебе, блять, какой-нибудь гречки у девчонок, блять, ёпта, отсыпать, блять. Вот, вот это ноль. А если ты идёшь, берёшь кредитную карту и, блять, набираешь кредитов, ну, пиздец тебе. И брату твоему, и маме твоей, всем вам пиздец. Маме там заранее? Не очень. Аншо Задор, 2 евро. У меня нет вопросов, но раз уж задонатил, передай, пожалуйста, Юрию, что он крут. А то. Вася Ворон. Мне жаль, что Анша Задор не зашло, как Абдуль. Мне очень нравились мемы Анша Задор. Вася Ворон, 50 рублей. Костя, Юрий, здравствуйте. Что думаете про гения и маэстро современности Евгения Панасенкова? Подожди, я не знаю, кто Евгений Панасенков, но отвечу, отребью в чате, который твой донатор. Вот это Анастасия Вайншток, у тебя же постоянно. Кредитные кроссовки, серьёзно? Вот сейчас серьёзнее некуда. Вот, типа, это самое реальное. Если раньше кредит был, чтобы рассчитаться, блядь, за бизнес неудачный, или там на оплату, блядь, какой-нибудь ипотеки, то теперь вот кредит у ебанов на кроссовке, который приходит, говорит, хочу лимитированную коллекцию. 5000 долларов, вот выходит всего 200 штук, у меня есть возможность купить. На это нужен кредит. И сейчас уникальное время. Таким уебаном дают кредит. Типа, и вот они-то так и живут, да. Кредит на кроссовке, именно так. Сейчас, и на кроссовке, и сейчас всем похуй. Ты приходишь, паспорт приносит, тебе говорят, на что кредит? Ты говоришь, хочу купить, я не знаю, блядь, бутылку виски от Конора Макгрегора, блядь. Очень хочу выпить. Тебе говорят, заебись, держи. 250 там процентов, блядь. Ну и чё-нибудь такое, пожалуйста, на чё хочешь, на похуй. Хоть на наркоту потрать, блядь, всем поебать. Но деньги вернёт. Так, Юра не хочет говорить про Евгения Парасенкова, потому что не знает, а он... Я не знаю, кто это, вы расскажите. Да, я неправильно сказал. Ну, какой-то хуй. И всё. Ну, какой-то хуй мне, я и могу только вот сказать. Так, характеристика моя сходится с Константином Кадавром по Евгению Парасенкову. Типа, какой-то хуй. Типа, я не знаю. Может, хороший чувак. Может, очень добрый. А может, пидор конченый. Кто его знает? Мы точно не знаем. Какую мы можем дать характеристику по человеку, которого мы не знаем? Не, ну, я знаю, но так себе поверхностное лицо его видел, неприятное лицо. Cute Lazy Panda. Юра Антон Забе говорил, что ему очень нравятся ваши с Юликом реакции на сердца за любовь. Он бы хотел записать выпуск с вами и даже просил подписчиков спросить у тебя, сможете вы с ним бы за это... Вы за выписали выпуск? Не думал он о том, чтобы сделать совместный выпуск? Я говорил Юлику, что проблема в том, что Юлик не знает, кто такой Забе. Я-то знаю, я про него даже твит писал, что... Ну, он же вызывал Оксимирона, и Оксимирон слился с баттла. Я так-то... И во многом... Ну, лига у него охуенная, но он сам... Там же заблокировали, по-моему. Это же у Забе заблокировали, блядь, канал. Просто из-за того, что он пошел агриться, вот очень. То есть он человек такой... Как я, прямо, знаешь... А ты какой-то рэп-батлист, что ли? Как мавр, да-да-да. Ну... Юлик, к сожалению, не знает, кто такой Забе и... Я думаю, если бы я ему сказал, Юлик, дискотека-авария хочет с нами записать, он бы сказал, кто? Это тёлка, типа, дискотека-авария, поэтому... Я в этом шоу не хозяин. Не могу ничем управлять. Звездочёт. Пацаны, вы смотрели фильм «Страна Озз»? Это шикарно, пиздец. Да хуйня какая-то, это российский или... Я не знаю. Я смотрел «Озз» американский, блядь. Я слышал, есть, по-моему, страна «Озз» российская, но... Понятно. Нина, 500 рублей, спасибо. Николай Андреев, 1000 рублей. А, ну это вот он нам донатил, это мы только дошли до этих. «Мураговый компот», «Бальзам рижский» и «Бугульмирский». Да я думаю, это всё «Калабас-балабас» и «Курага-мурага». Да, мы дошли просто до донатов того времени. «Бугуляма Вихлильковна». Жаль, что никто не скинул 400 тысяч, чтобы «Кадабр» назвал следующего сына «Калабас-балабас». Учусь в школе, не считаю себя умнее, но учителя почему-то решили, что я умнее других, и ничего... но требуют тоже больше, и мне оно не нужно, ебут меня. «Курага, ты чё умничаешь, сука, ты чё пидор?» Либо учись на пять, либо на два. А, за что такие даёбы слышал, что у Юры была подобная проблема? Да, абсолютно подобная была. Что больше можешь делаешь, это какой-то остаток совка или что? Я, во-первых, ушёл в другую школу по такой же хуйне, и ушёл в другой универ, потому что от меня слишком многого требовали. Я прям терпеть не мог, когда мне говорили, что я кому-то что-то должен, и я что-то гублю, типа, что у меня есть какие-то потенциалы, которые я не реализую. Это был лучший способ стать моим врагом, поэтому вот... Меня дрочили в первой школе, типа, прям вот строже относились ко мне, типа, ну я медаль-то получил в итоге, я и в той школе, и в другой на медаль шёл, но первые меня дрочили, пиздец, вот типа, именно ты чё-то должен, ты должен, блядь, развиваться, чтобы стать каким-то там, блядь, профессором, или чё-то, и это меня так заебало. А во второй школе, куда я перешёл, меня никто не дрочил, и я кайфовал. Единственное, посрался с учительницей русского языка, своими трактовками всякой хуйни, и нежеланием читать классику, и в итоге у меня медаль серебряная, не зла. Но в целом было кайфово, я прям кайфовал. И также в универах. Мой первый универ был дрочивый, говённый, стенд доёбывали, сука, конченые люди, которые что-то мне говорили, что я должен кому-то. А второй универ просто давали адекватную нагрузку, и нужно было эту нагрузку, даже если ты пропускал лекции, просто отвечать на вопросы, писать рефераты, дома, блядь, готовиться. И это для меня проще простого. Но вот когда меня дрочат, как в фильме «Цельнометаллическая оболочка», я считаю, лучше сразу взливать такой хуйни. Ничего не стоит того, чтобы вас дрочили, как в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Юра, читал Лимонова? Если читал, то как тебе? Не, не читал. Всё, давайте на этом заканчивать. У нас минус 100. Да, у нас уже минус, блядь, ёпта. Никто не скинул, повторяю, 400 тысяч рублей всего. Всего каких-то 400? И родится когда-нибудь колобас-балабас. Разве если нас смотрит арабский шейх, не прикольно будет, если вот колобас-балабас появится на свет. Нет, им, видимо, похуй, Костя. Да, но за 400 тысяч, я думаю, им похуй. Я думаю, всем похуй за 400 тысяч. Ну, скинь они хотя бы 4 тысячи. Да я уже устал. Ой, ой, да ладно, понятно, что. Но всё-таки история колобаса-балабаса не закончена, мне кажется. Сегодня мы заканчиваем стрим, но колобас-балабас, вы ещё услышите о нём в веках. Колобас-балабас опрокинул бас. Нет, а я наоборот думал, типа, о чём-то средневековом, типа, Пою сегодня про колобаса-балабаса, О том, какая у него большая была... Балызка? Колбаса. Да я не знаю, блядь. Колбаса. О том, как он был вежлив и смел, О том, как он сражаться умел, Колобас-балабас, колобас-балабас, Он есть в каждом из нас, Он есть в каждом из нас. Ставьте лайки под видео, Пойте славу ему. Колобас-балабас. Колобас-балабас.